Уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, все, кто сегодня в этот удивительный морозный, еще не морозный, но уже снежный день пришел к нам в онлайн, и, к сожалению, это традиция пока у нас такая, видеть всех через экран, что всегда намного приятнее, конечно, было бы в оффлайне, потому что видеть ваши лица, когда собираются люди, которые хотят, ребята абитуриенты, горящие глаза, и вот это, конечно, непредаваемое чувство, и преподавать таким людям, и встречаться еще накануне этого всего поступления, но, к сожалению, сейчас пока мы не можем это сделать, но на самом деле у онлайн-версии есть свое преимущество, потому что, когда мы встречаемся в Москве, то могут прийти только те, кто живет в Москве, или может доехать до Москвы, а сейчас в этом смысле мы открыты всей России, даже не только, я думаю, если информация дошла до наших зарубежных абитуриентов, то, наверное, кто-нибудь тоже из них предподключился. Тогда давайте, поскольку я вижу, что уже более-менее люди собрались, меня зовут Ольга Кузина, я являюсь академическим руководителем данной программы, я руковожу этой программой с момента ее образования, вот когда у нас произошла реорганизация, то есть у нас в самой социологии как программе уже больше 20 лет, только та реорганизация, которая произошла в 14-м или в то время, лет 6 назад, когда факультеты, факультет социологии объединились мы в большой мегафакультет, факультет социальных наук, и теперь программа по социологии является частью факультета социальных наук, который объединяет 4 программы, это государственное муниципальное управление, психология, политология и вот социология, четвертая программа бакалаврская. На этом факультете есть еще другие программы магистрские, да, есть институты, научные лаборатории и так далее, то есть такой большой, очень большой коллектив сотрудников, студентов, программ, ученых, научных центров и так далее. Вот мы в этом большом коллективе творческом занимаем вот эту вот нишу, да, то есть у нас бакалаврская программа по социологии. В Вышке, в принципе, есть два таких кампуса, да, это питерский и московский, где социология представлена на уровне бакалаврской программы, потому что в Перми и в Нижнем Новгороде такой отдельной программы по социологии нет, то есть есть только курсы там, включенные в другие программы. Мы немножко по-разному называемся, в Питере программа реализуется на английском языке, в Москве на русском. Мы как бы оставили вот это вот название социология, хотя нас многие люди убеждали, что социология в общественном сознании воспринимается как бы не очень позитивно, потому что очень много критики в социологических исследованиях. И вообще как бы социолог, Дима, если можно, то первый, следующий слайд пролесните здесь. Если в таком, вообще в сознании людей, которые никогда не сталкивались с академическими всякими программами по социологии, ощущение, что социолог это вот человек, ходящий по улицам, собирающий данные, предстающий прохожим и не более чем. Да, и вот такая профессия мало кому кажется привлекательной, особенно родителям. Родители в ужасе думают, боже мой, чем заниматься мой ребенок. Ну, а на самом деле этот стереотип, этот стереотип связан с тем, что, в общем-то, люди чаще всего сталкиваются со словом или с названием этой профессии, когда речь идет о сборе данных. Сборе данных, причем очень одним способом, с помощью анкетирования людей через интервью, их интервьюирование, вот такой вот подходит человек с анкетой, задает вопрос, человек отвечает, он чекает боксики и все. В общем, понимаете, что для того, чтобы вот так зачитывать вопросы из анкеты и тикать боксики, не надо учиться 4 года, не надо знать методы, не надо знать философию, алгебру, матстатистику и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, мы готовим не к этому. Это то, что обычно считается, что это социолог, это на самом деле интервьюер. Это тоже профессия достаточно сложная и уважаемая, потому что надо найти подход, надо задавать вопросы, надо чувствовать экспоненты и так далее, но для этого не нужно высшее даже образование. Это больше такая техническая вещь. А кто такой социолог? Это аналитик. Это человек, который занимается, анализирует данные очень разной природы. В том числе анкетные опросы создают базы данных, которые социологи полностью, в течение 4 лет, мы готовим людей, которые умеют работать с такими базами данных. Но это лишь один из возможных вариантов, одна из возможных опций. Второе заблуждение, которое часто можно тоже встретить, это то, что социолог – это такая гуманитарная дисциплина, это бла-бла-бла об обществе, это что-то там больше философское, что-то мы порассуждаем. В нашем варианте это не так. То есть есть такие программы по социологии, которые такие более гуманитарного толка, причем не только в России, но и за рубежом, но в нашем варианте это количественное. То есть здесь баланс количественных и качественных методов, но обычно, если есть количественные методы, то уже человек не может быть чисто гуманитарным. В нашем варианте, вот как я уже, сколько я уже лет 20 здесь в вышке работаю, даже уже больше, и вот 6 лет программой руковожу, я вижу, что наиболее успешные, успешные в своих собственных глазах, я так думаю, потому что так-то успех у нас успешный, любой студент, который хочет и может учиться. Но вот я вижу, что удовлетворенность выше у тех ребят, которые не чистые гуманитарии, не чистые количественники. Потому что чистому гуманитарию сложно, потому что много математики, статистики и количественных методов, чистому математику иногда кажется, ну, зачем все эти слова, да? То есть давайте цифры нам объяснят. Facts can speak for themselves, да? Вот. Поэтому вот то, что мы делаем, а мы делаем такой некий баланс между знанием гуманитарным, теориями, да, от философских до каких-то мини-теорий, чуть ли не теорий, которые есть в маркетинге, да, то есть вот эта концептуальная часть гуманитарного знания, она смешивается с умением, знанием методов, умением прикладных методов, умением работать с данными, то есть проводить прикладные исследования. И в этом случае мы, конечно же, даем достаточно большой объем этих математизированных дисциплин, начиная с алгебры, анализа, мат статистики, теории вероятности, дальше вещи, связанные с регрессионными анализами, там, анализ данных, самый большой спектр там, и факторные, и кластерные, и так далее, и так далее. Я сейчас не буду даже перечислять. Вот. И плюс еще с первого курса у нас есть основы программирования. Это нам нужно для того, чтобы, если студент интересуется не просто анализом данных, но анализом данных в приложении к современным большим данным, да, как их вырабатывать, собирать, анализировать, какие проекты исследовательские можно сделать. Вот для того, чтобы работать в поле больших данных, нам нужны не только пакеты статистические, потому что большие данные ни в какие пакеты не влезают, нам нужны основы программирования, умения программировать. Поэтому в данном случае у нас есть основы программирования курса на первом году. И дальше, если ребята хотят больше набрать такого рода дисциплин, то они могут идти на втором, на третьем году в дополнительные по выбору уже майнеры. То есть это майнер, вы можете выбрать такой или другой. Те, кто интересуется анализом больших данных, обычно стремятся на майнер по интеллектуальному анализу данных. У нас, вот третий слайд можно открыть, у нас программа устроена таким образом. Вы все поступаете на одну специализацию, то есть нет у нас на первом году никаких разделений на специализации. И разделений на специализации нет до четвертого года. То есть первые три года это общая программа, но она как, она очень большая доля там курсов по выбору. Поэтому так или иначе, ребята уже с первого года могут сами выбирать те пакеты дисциплин, которые их интересуют. И к концу третьего года, почему это так? Потому что каким бы социологом ты ни был, интересующимся больше теорией, интересующимся, владеющим больше интересующими методами или экономической социологии, ну, как бы теория социологическая, методы анализа данных, сбор анализа. То есть это все универсальная вещь. То есть если ты хочешь быть социологом или как бы получить профессию социолога, то вот эти первые три года там есть обязательные курсы, которые для всех обязательны и в этом смысле универсальны, независимо от специализации. Специализация у нас появляется тогда, когда речь идет уже о написании фактически диплома и дополнительных курсов, которые требуются в рамках именно вот этого фокуса. То есть ребята, которые часто, у нас большое количество людей после окончания идут в такие прикладные исследовательские, прикладную исследовательскую сферу, маркетинг, аналитика, бизнес-аналитика и так далее. Они, конечно, в этом смысле тяготеют к специализации по методам. Те, которые больше хотят теории, теоретический диплом тоже не чистая теория, там тоже надо проводить исследования, но с фокусом на концептуализацию больше, на какое-то теоретическое осмысление полученных данных, на продвижение вот социологической теории, социологической мысли, те идут на теорию. А те, которые хотят заниматься исследованиями рынков и иметь баланс между методами и концептуальными тоже теоретическими представлениями об этом, то идут на экономическую социологию. И фактически те курсы, которые на четвертом году, они очень привязаны к, во-первых, людям, которые работают на этих кафедрах у нас, и к самой сути специализации. То есть те, кто найдут на методы, больше методов получают, ну и так далее. Вот, это разделение на эти специализации, оно такое добровольное, то есть мы стараемся всегда удовлетворить интересы студентов, мы не пытаемся засунуть кого-то куда-то. Единственное, что нас ограничивает, это вот то, что там группа, у нас академическая группа не может быть больше 30 человек. Вот если у нас на какую-то специализацию записалось 61 человек, вот этого одного мы попросим переписаться, потому что делать вместо двух групп три нам не позволят, вышестоящие начальники. Вот, ну то есть вот в принципе свобода дальше выбора. На самом деле у каждой из этих специализаций есть свои преимущества, и вот второй год уже, ну, у нас нет вопросов, мы записали, дети записали, ребята записались туда, куда хотели. Следующий слайд. Значит, что я буду изучать, да, то есть здесь понятное дело, что как бы в основе, если мы готовим аналитику самого широкого профиля, то у нас такая комбинация курсов, состоящих из чисто социологических, то есть социологическая теория, социология там семьи, социология рынков, социология гендера, социология религии, ну то есть набор тех таких отраслевых, что ли, социологий, отраслевых в смысле, тематические отраслевых, которые прилагаются к социологической теории и вообще к социологическому знанию. Экономическая социология, это у нас такая тоже сквозная логика, потому что, на наш взгляд, сегодняшний мир, это мир рынков, и мир экономических отношений, понимаемых в самом широком смысле слова, что это не просто отношения, связанные с производством, потреблением чего-то, а это отношения, связанные с принятием решений. И здесь, конечно, экономическая социология все время смотрит и соревновывается с экономической теорией, потому что экономическая теория сегодня заявляет, что она может объяснить человеческое поведение через рациональность. И вот в этом диалоге экономическая социология показывает то, что социология может сделать помимо соревнований с экономической теорией. И в этом смысле это такая интеллектуальная игра, интеллектуальное соревнование двух подходов, важных в социальных науках. У нас довольно много экономики. У нас на первом году макро-микро целый год идет. Сначала микро-полгода, потом макро-полгода. У нас прекрасный преподаватель по экономике мясников, который просто, ну, дети его обожают. Он у нас когда пришел, он пришел два года назад, то предложил еще свои курсы по выбору, и теперь к нему записываются даже туда. То есть вот в этом смысле социология, она оказывается довольно интересной программой, как вариантом для тех, кто в принципе хотел бы быть экономистом, но не хотел бы учиться на платном отделении. То есть есть ребята, которые при заявке, они понимают, что у них где-то там на грани между проходным баллом на экономику, на какую-нибудь экономическую, экономика и статистика, или даже на менеджмент, бизнес-аналитика или что-нибудь в этом духе. Они видят, что может не хватить туда на бюджет и берут социологию как вариант запасной. И дальше, если они проходят туда на бюджет, у них выбор между идти туда на платное, куда туда, на ту программу, которую они мечтают, либо пойти на социологию. И здесь вот интересный вариант, что у нас есть действительно ребята, которые пришли к нам не в азову сердца, а по велению кармана, кошелька, что неохота платить довольно большие, особенно сейчас деньги, за это дело. Но это очень хорошие ребята, это не то, что там, знаете, как собрали людей, которые просто пришли сюда просто из-за рационального выбора. Нет, они очень хорошо подготовлены, особенно в тех количественных методах, которые нас преподаем. Фактически через 4 года выясняется часто, что эти ребята хотели быть экономистами, но слава богу, что туда не попали. Ну, потому что, понимаете, 4 года вариться уже среди социологов часто бывает, что ты прикипаешь душой к тому, что изучаешь, и уже рад, что ты не стал менеджером или не стал экономистом. Хотя, если бы они пошли туда, они бы, наверное, тоже были очень рады, потому что у нас все программы хороши. Но суть в чем? В том, что даже те, кто не прикипает, даже те, которые хотят быть экономистами, социология может предоставить такой трек, который позволит бесплатно учиться, но при этом все-таки добиваться того, чтобы в дипломе, не в нашем дипломе по социологии, а в следующем магистрском было написано заветное слово профессия экономист. Потому что на первом году у нас макро-микро, которое таким вот образом читается, ну, отчитает, Мясников, он преподаватель экономики, он экономист, он не социолог, да, то есть профессиональный. Ребята, которые ему помогают семинары вести, это выпускники МИЭФа. МИЭФа это международная программа двух дипломов между Лондонским университетом и высшей школой экономики. На английском языке они это всегда изучали, сдавали экзамены в Лондоне, ну, в смысле, не ездили, а послали их работы. То есть это ребята очень профессионально знающие экономическую теорию и прекрасно умеющие преподавать. Вот, поэтому в таком сочетании макро и микро, это, если хотите быть экономистом, то вот наш этот курс вполне это делает. А дальше можно набрать, потому что у нас вообще это не только на социологии, но и на других программах майнер, второй год и третий год. Это четыре курса по полгода, это достаточно большой объем часов, можно выбрать, какой хотите. И по экономике есть свои майнеры, то есть есть и теоретическая экономия, экономика и какая-то прикладная, и финансовая, и что там только нет, можно выбирать в зависимости от интересов. А на четвертом году тогда пойти на экономическую социологию, потому что там тоже постоянно перекличка с этими всеми экономическими дисциплинами, экономическими теориями. Есть курс, похожий на эконометрику, читает тоже экономист, кстати говоря, Яна Рощина, которая заканчивала МГУ ВМК. Ну, что-то тоже математизированное. Вот. И в принципе, после окончания можно спокойно идти дальше в магистратуру по экономике. В магистратуру конкурс намного ниже, чем в бакалавриат. Можно же в вышке остаться, в магистратуру по экономике закончить и получить диплом экономиста магистром. И тогда получится, что у вас бакалавриат социолог, магистр, экономист. То есть, это очень хороший портфель активов ваших компетенций. Значит, таких вот треков есть много. То есть, если, я вам сейчас описала экономический трек, но в принципе, если душа кипит и прикипает к анализу данных, и вы такой математик больше, чем социолог, и качественные все эти социологические теории не так особо интересны, но тоже понятно, что уйти от социологической теории невозможно, в принципе, потому что это обязательный курс, но выстроить такой же трек через анализ данных, специализация это методы на четвертом году, на втором году интеллектуальный анализ данных как майнер, на первом году там ППУ у нас такие продвинутые пользования Powerpoint и Excel, но это, конечно, не особо помогает, кстати говоря, Excel очень важное освоить на хорошем уровне, потому что это нужно, и там программирование у нас в конце года, поэтому вот тоже этот трек есть, с менеджментом тоже самое можно сделать и с другими. Что дальше? Давайте следующий слайд. слайд похвальбы высокой самооценки, что мы первая программа в России по социологии, в мире, конечно, нет, но в мире тоже достаточно высоко, в коище мы в сотне лучших программ мира, то есть это в вышке, я не знаю, сколько там программ, одной руки, по пальцам, не больше десяти уж точно сейчас, я не знаю, там это все меняется каждый год, по-моему, в сотню входит меньше десяти программ в вышке, вот мы и среди них. Почему мы там? Потому что в основном там, конечно, суть рейтинга это не качество преподавания, не могут столько университетов сравнить между собой качество преподавания, там качество преподавателей в основном измеряется, то есть если это люди, которые проводят исследования, исследования публикуются в хороших журналах ведущих мировых, высокий уровень цитирования и так далее. То, что мы вот так высоко, это заслуга наших преподавателей, которые ведут большую научную работу и публикуются. Почему это важно для преподавания? Потому что у нас научно-исследовательский университет, это как-то национальный исследовательский университет. Исследования это наш хлеб, наша суть, наша жизнь. И поэтому невозможно научить аналитики человека. То есть если преподаватель сам не ведет научные исследования, то как он научит этому своих студентов? Невозможно. Поэтому суть нашей программы делается из абитуриентов, потом студентов, а потом аналитиков. поэтому именно за счет этого, за счет того, что сами преподаватели это суперспециалисты в разных областях, они преподают таким образом, что передают свое мастерство, свои знания, умения, навыки ребятам. Поэтому это важно. Рейтинги в этом смысле важны. То есть это означает, что качество преподавателя очень высокое, что здесь нет чистых преподавателей, которые просто прочитали учебник. Хотя даже чистые преподаватели, там, конечно, есть люди, которые преподают какую-нибудь дисциплину, которые публиковаться на алгебре, что-то можно нового опубликовать. Но если очень хороший преподаватель, можешь вовлечь студентов, объяснить просто сложное так, чтобы ребята поняли, вовлеклись, не потеряли мотивацию или наоборот ее приобрели, это, конечно, важное умение. Но таких предметов не так много. Основная часть предметов это все-таки те предметы, которые формируют компетенции аналитического мышления, навыков аналитической работы, навыков анализа и так далее. Поэтому вот эта табличка это именно для того, чтобы показать, что наши преподаватели в мире. В мире, конечно, конкуренция высокая, поэтому мы тут еще не первое место в мире, но первое в России. Дальше, следующий слайд. Да, вот это все, и к чему это все, да, потому что, понятное дело, особенно для родителей очень важно, что образование должно позволять потом человеку жить нормальной жизнью, иметь нормальную работу, нормально оплачиваемую работу. для родителей это очень важно, чтобы ребенок состоялся. И здесь, конечно, еще важная какая, одно дело деньги, другое дело удовольствие или счастье, вовлеченности в какую-то деятельность. Здесь очень важно соблюсти, на мой взгляд, некий баланс, да, потому что одно дело вы понимаете, как родители, что вот эта профессия более денежная, а вот эта менее денежная, но если у человека душа лежит к чему-то, и человек увлечен, я имею в виду, ребенок увлечен, чем-то, что вам кажется, может быть, не очень интересным с точки зрения финансов, мне кажется, что в этом случае надо дать свободу ребенку все-таки, потому что если человек чем-то увлечен, он всегда этим будет заниматься очень много и очень хорошо, он станет профессионалом, и вот будучи профессионалом, он будет уже востребован и финансово, и по работе, и как человек, и как специалист, и он будет себя чувствовать классно. Хуже, если у человека нет интереса, он идет, потому что там больше платят, потом с трудом мучится, ненавидя каждый курс, потом так же работает, деньги не греют, то есть это бесперспективно. Нет, бывает, конечно, так, что человек сам не знает, куда он хочет, и тогда направить его, может быть, более с точки зрения финансов такую хорошую специальность, если он там освоится, полюбит это и заинтересуется, и потом это станет его профессией на всю жизнь как призванием, то такое тоже окей. Но здесь вот очень тонкая вещь, что надо, мне кажется, все-таки идти от, как минимум учитывать, что ребенок в данный момент говорит вам и так далее, потому что в данном случае у нас конечно, есть вот эта опять же наша социология, которая в публичном дискурсе работает с анкетами, сбор данных по анкете, здесь такая история, у нас мало рабочих мест на рынке труда, на котором написано социолог, то есть это в основном только университеты и вот если там ФОМ, ФЦУМ, Левада-центр и так далее. Но поскольку мы готовим все-таки мы пишем в дипломе социолог, но мы понимаем под этим аналитик самого широкого профиля, умеющий работать с разными данными, собирать их и анализировать, то вот такого рода компетенции они везде востребованы. Человек, который умеет аналитически мыслить, востребован в управлении, может быть, только не государственное, но в бизнес-управлении уж точно это нужно. Если это маркетинг, это 100%, если это пиар, джиар, вот эти все вещи, наши ребята готовы, базовое образование, которое дается, оно вполне позволяет им потом добрать уже на уровень магистратуры или на уровень самообразования те курсы, которые нужны. Сейчас, к счастью, особенно в условиях пандемии, это вещи все открытые, но понятное дело, что когда ваши ребята или вы сами будете заканчивать, то, надеюсь, уже не будет таких условий, но тем не менее, я думаю, что пандемия даст огромный толчок к развитию всяких онлайн образовательных программ, и их с каждым годом будет становиться все больше и больше, и можно на уровне этого. Более того, у нас, кстати, в университете, если вы получаете такое онлайн образование самостоятельно, получаете сертификат, мы можем его вписать вам в ваш диплом, чтобы каждый раз сертификатом начаться, а в прямом дипломе будет написано, в нашем дипломе, что вы такой курс прошли, но только если это будет сертифицировано через эту онлайн программу, которая заслуживает уважения и доверия. Вот, поэтому у нас спектр работ достаточно большой, не обязательно становиться социологом по социологической программе. Да, вот как раз наша сфера устройства, вы видите, что в основном это исследование аналитиков в агентствах на стороне исполнителя, на стороне заказчика, то есть это маркетинговые и другие пиар в государственных и частных компаниях. Довольно много у нас ребята идут в науку, то есть продолжают образование, все больше и больше уезжают на магистрские программы в зарубежные вузы, потому что у нас во время обучения есть возможность по обмену съездить за рубеж и поучиться там один семестр или два. Многие очень ребят ездило, сейчас пока перерыв временный, но в этом случае мы что делаем? Мы уплачаем это, то есть мы с удовольствием отправляем, пишем рекомендации, я помогаю составить план учебных дисциплин для того, чтобы образование там и образование потом... Ребята возвращаются и продолжают дальше, то есть они не должны год потом проходить наши курсы, потому что мы подбираем те курсы, которые заменят наши. Вот, и в этом случае мы как бы даем возможность познакомиться с университетами там, и потом они когда возвращаются, заканчивают нашу программу, часто едут теперь туда продолжать уже в магистратуре. Таким образом, вот, я там охарактеризовала, как могла, потому что очень много о чем могу еще рассказывать, но, наверное, надо уже остановиться, а то у нас я, по-моему, даже перебрала со временем, обещала быстро, а тут уже я смотрю, болтаю безумолку. Ну, наша программа очень хорошая, последние, наверное, такие слова, ну, конечно, у меня конфликт интересов, я ей руковожу, как я не могу, разве я буду ругать сама себя, да, ну, если честно, мне очень нравится, мне нравятся студенты, мне нравятся наши преподаватели, наш коллектив, наша атмосфера, вышка хорошая вуз, любая программа, на мой взгляд, здесь достойна внимания, и вы не прогадаетесь и пойдете на нее, но вот, мне кажется, чем наша программа по социологии, вот, мое руководство, может быть, это вот эта вот атмосфера и доброжелательность, взаимопомощи и такого человеческого отношения, да, мне кажется, это вот, есть другие программы, где то же самое есть, но вот, наша атмосфера мне очень нравится, и мне кажется, студенты это тоже любят, ценят, и, в общем, у нас много выпускников, которые всегда готовы помочь, вернуться, то есть, недостаточно писать письмо, у меня тут же ответ от выпускников приходит, что да, конечно, там, делаем то, делаем все, вот, поэтому, если думаете про эту программу, то, я думаю, что не пожалеете, если начнете здесь учиться, спасибо. Так, дорогие друзья, я вам, вы можете теперь включить свой звук и задать вопросы Ольге Евгеньевне. Меня слышно? Да, я слышала вас. Так, есть вопросы у вас? Пожалуйста. А какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить на социолога? У нас экзамены как ЕГЭ, мы никаких дополнительных экзаменов в вышке не принимаем, но только если это иностранные студенты, мы принимаем по другой трек, а так, если это выпускник российской школы, то это ЕГЭ. ЕГЭ четыре штуки, общество знания, математика, русский и английский, ну, иностранный там язык, да, математика не базовая, вот эта продвинутая, как-то она там называется, профильная. Профильная, точно, да, то есть обязательно должна быть профильная математика, и вообще любой, если есть математика во вступительных в пакете в этих, да, то это все профильная. Вот, вот эти четыре экзамена ЕГЭ. Мы принимаем как сумму, потом там есть дополнительные баллы за всякие индивидуальные достижения, есть, есть список олимпиад, по которым есть возможность поступить без вступительных, когда, когда вот эти оценки за ЕГЭ не принимают свое внимание, есть олимпиады, которые дают вам 100 баллов, да, и олимпиады, которые нужно подтверждать там 75 баллами за этот, разные варианты, но, в принципе, у нас в прошлом году на программу поступило по олимпиаде без вступительных человека из тех 100 мест, которые у нас были в прошлом году, 54 были олимпиадниками. Сколько минимальный балл на прохождение на бюджет? На бюджет нет минимального балла, есть проходной балл. В прошлом году он был... Проходной, да. Потому что минимальные баллы это те, которые вам нужно обязательно иметь, чтобы поступить на платное, если вы не наберете на бесплатное. И вообще на бюджетное тоже нужно эти минимальные баллы, естественно, иметь. вот, проходной в прошлом году, Оксана, не подскажите, сколько там было, 364, а, 360. 360 в прошлом году. Да, но это 364 было в позапрошлом, 360 в прошлом, но это в связи с тем, что у нас на 10 человек увеличилось тогда в прошлом году прием, у нас было в позапрошлом году 90 человек мы принимали, а в прошлом 100, да, и 360 у нас получилось, это технический набор был, потому что у нас мы держали 364 и добрали просто тех ребят, которых нервы выдержали, которые остались, остались, да, потому что нам не хватало там, по-моему, двух или трех человек при 364, и вот в последний момент мы забрали тех, у кого были оригиналы, кто готов был к нам либо на бюджет, либо на платное, но поскольку сразу после 364 ребята сразу перешли, потому что они боялись рискнуть и так, и пошли сразу на бюджет другой вуз, вот как раз из 360, это тоже были те, которые остались с нами, мы из них добрали людей, необходимых нам для наших мест, и таким образом в прошлом году было. В этом году я вижу, что у нас снова 95, вернее, не снова, а это как бы вот та цифра, которая была в прошлом году, ну, увеличились, по-моему, 5 мест, это в связи с пандемией какие-то были правительственные щедроты, вот, то есть на следующий год у нас 95, я думаю, что балл теперь уже не снизится, потому что, наверное, 364 так где-то вот в этом размере будет, все зависит от количества, конечно, олимпиадников, потому что это больше всего влияет, если к нам приходит больше олимпиадников, больше занимает место, меньше остается для бюджетного, для ЕГЭшного набора, ну, тогда балл растет, если олимпиадников меньше, то тогда больше возможностей, ну, как-то уже последние годы у нас где-то идет рост вверх, вниз, вот мы только в прошлом году, но здесь вот я вам объясняю, что это было в связи с ростом приема, что если бы мы остались в рамках тех 90 мест, которые были, мы бы, конечно, приросли на 2-3 балла точно позапрошлого года. Окей. Нужно ли сдавать внутренние экзамены? Внутренние экзамены сдаются только иностранцы. А вы вступительные или какие? Нет, внутренние, там, я не знаю, УДВИ, дополнительные вступительные испытания, наверное. Нет, 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 мы только чисто ЕГЭ, никаких дополнительных еще нет. Скажите, пожалуйста, а поступать можно с любым иностранным языком и делятся ли как-то поступающие на группы в зависимости от языка, с которым они поступают? Да, по-моему, у нас, если кто-то поможет, мне есть коллег, по-моему, любой у нас язык иностранный, но потом вышки, конечно, нужен английский, поэтому там у нас сейчас школа иностранных языков, она делала целую линейку курсов разного уровня с разными как бы фишечками, там есть нулевой уровень, можно начать с нуля английский изучать, потом в конце, в следующем году, на втором году у нас как будто английский язык учится хорошо, почему? Потому что есть курсы на английском языке даже обязательные, то есть первый год это такая, как бы, вы можете взять опционно, по выбору курса на английском языке, а со второго года обязательно один курс должен быть на английском, вот, и поэтому, даже если вы иностранный сдали, по-иностранному поступили, то вам неизбежно нужно осваивать английский, это можно делать в течение первого года, но даже лучше как-то, может быть, летом, после того, как вы уже поняли, что вы поступили, может быть, что-то начать с этим делать, потому что английский язык, у нас второй рабочий язык вышки, и очень важно, в общем, более-менее владеть, как минимум, понимать лекции, уметь что-то сказать, это, конечно, сложновато поначалу, потому что я знаю, что в российских школах, даже если отличная оценка за язык, очень сложно перейти барьер вот этот вот разговорный, но здесь только может помочь среда, то есть, если вы себя погрузите в такую среду, то там, не знаю, будет у вас, не знаю, некоторые ребята, я знаю, они специально там с друзьями общаются, с иностранцами на английском именно для того, чтобы практиковать разговорную речь, или там смотрят фильмы, слушают радио, читают книги, то есть, вот это вот очень важная штука, недостаточно для языка исключительно учебника и курсов, нужно обязательно в среду себя погружать, а это пока мы, у нас нет даже в Москве такой особо среды, где много нужно пользоваться языком, поэтому нужно как-то себя в это дело впихивать, так что английский нужен, но поступать можно, по-моему, с любым иностранным, вернее, не с любым, совсем с любым, но с каким-то, коллеги, не знаете, какие там с иностранным, что там у нас, какие регулирующие? С иностранным языком, собственно, система классическая, те предметы, которые сдаются по ЕГЭ, те и принимаются, любой иностранный язык, сдаваемый в рамках единого государственного экзамена, принимается к обучению, другое дело, то, что верно было отмечено, нужен все-таки английский язык в большей степени ввиду академической нашей науки в приоритете, поэтому, конечно же, проще будет учиться тем, кто знает английский в первую очередь. Спасибо большое. Дарья, включите себе микрофон и задайте вопрос. Дарья Пондарева. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, есть ли на факультете возможность углубиться в исследование религии? То есть, можете как-то очертить вот эту исследовательскую область социологии религии? Ой, жалко, что, наверное, в следующий раз приходите, будет Кирилл Сорвин, он ведет у нас курс по социологии религии, он вам расскажет, какие есть возможности вышки. Я, к сожалению, не в этой профессиональной области работаю. Максим Богачев по религии, по-моему, заделал. Ольга Евгения, я могу перенять пальму первенства в этом отношении. Да, да, точно. Коллеги, вот чего-чего, а социологов религии у нас достаточно много, я вам более того скажу, что, так сказать, крупнейшая кузница кадров современных теологов и социологов религии, которая ныне, так сказать, немножечко переходит в поистыгу, это все выпускники соцфака вышки, вот, Иван Забаев и команда в лаборатории социологии и религии, это, то есть, одновременно работники высшей школы экономики и поистыгу. Поэтому ничего, ну, то есть, если вы не занимаетесь не философией религии, не религиоведением в чистом виде, а именно социологией религии, то вам прямой путь высшей школы экономики. Вот, вариантов много, куча следовательских проектов, куча публикаций, то есть, вы обратились куда нужно. Вот так. Еще вопросы, коллеги? В чате вопрос, будет ли практика? Да, 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 это, конечно, у нас на каждом году есть практики, то есть, вышка вообще очень так известна, поэтому у нас многое, преподаватели даже приходят преподавать вышку практиков, которые себе просто кадры ищут, да, среди наших, потому что, конечно, с ним хочется получить лучших студентов, поэтому есть практики, как обязательные, так и мы всегда можем договориться и послать, потому что есть интерес, да, не только со стороны студентов где-то поработать, но есть интерес со стороны работодателей увидеть студентов пораньше, чем они просто, потому что, на самом деле, самые лучшие студенты, уже когда заканчивается год, последний, четвертый, они уже разобраны, они уже имеют где работать, и поэтому работодатели пытаются урвать их на более ранних этапах, а это как раз практика. Да, поэтому практика на каждом году, единственное, что там на третьем году эта практика встроена в процесс собственного исследования, который студенты делают в течение всего года, а так и на первом году есть практика, и на четвертом преддипломная практика, те, которые на первом, на четвертом, это те практики, которые наиболее, что ли, подстроены под интересы нахождения друг друга со стороны работодателей и студентов. То есть у нас практики, они не... Есть ребята, которые уже даже... Там есть достаточная свобода, то есть кто-то уже себе нашел рабочее место, уже работает даже там. Мы, кстати говоря, после второго, на третьем, на четвертом году не видим проблем в том, что студенты работают. Единственное, что они не должны работать полный день, ну, как бы мы рекомендуем, мы, конечно, не можем за этим следить, но мы рекомендуем все-таки не работать полный день, потому что иначе тогда невозможно учиться. И риск не закончится, потому что учиться у нас довольно сложно. Это, кстати, я забыла сказать, у нас атмосфера-то хорошая, но учиться все равно сложно. Вот, поэтому в данном случае ребята иногда просто говорят, мы проходим практику у себя, мы уже работаем. Ну, хорошо, отлично. Тогда вот в этом случае они не пользуются теми возможностями, которые есть. Так что в практике все хорошо. У нас вообще, у нас даже сама учеба, это такая практика, потому что то, что мы делаем, это, и те проекты, которые ребята делают даже в учебном процессе, это аналитические вещи, которые есть, суть работы аналитика. Ольга Евгеньевна, тут еще вопрос. Часто ли отчисляют студентов за неуспевальность и возможно ли восстановиться? Да, это есть, ну, как часто. В принципе, конечно, не так, чтобы там нас заканчивает большинство из тех, кто поступили. Но, конечно, это есть. Даже если вас отчислили, там единственная проблема с ребятами, которых военка, которые военную должны службу нести. Потому что если их отчислить, то там возникают какие-то проблемы, связанные уже с тем, что там сколько-то, я, конечно, подробностей этого не знаю, можно узнать поточнее, но там, по-моему, могут забрать фарму, если тебя отчислили. А так, ты отчислил, ты имеешь право на восстановление, ты восстанавливаешься, делаешь, если начинаешь лучше учиться. У нас, к сожалению, есть, конечно, вот это вот ощущение, что иногда приходит человек и говорит, а я иначе ухожу в армию. Ну, что ж, поделаешь. Значит, надо было как-то лучше думать. То есть у нас нет никаких таких, у нас работа на результат. То есть если есть результат, то окей. Если результата нет, курс не освоен, компетенции не сделаны, не освоены, то какая разница, почему это произошло, если даже очень уважительная причина, значит, надо повторять курс. В этом смысле довольно жестко. То есть нет, если учиться, то надо настраиваться на серьезную учебу. Никто пока не выжил, если ни черта не делал. Ольга Евгеньевна, а еще вопрос. То есть тут, возможно, для обмена с зарубежным вузом, подробнее, пожалуйста, расскажите. Да, у нас можете дойти, в нашей программе, вы зайдете на наш сайт, на вашем сайте. Там есть специальная вкладка, в которой рассказывается про то, какие у нас есть университеты, партнеры. Но этот список не полный, потому что, во-первых, он все время меняется, дополняется. Во-вторых, есть партнерские вузы на уровне университета. У меня было уже несколько раз, когда ребята приходили, говорили, а мы в тот вуз хотим, можно? Я говорю, ну там социологии нет, они говорят, нам интересуют, нас интересуют немножко другие предметы. Мы таким образом устраивали их учебный план, чтобы за счет вот этих курсов по выбору, ну мы согласовывали вот эти другие, поскольку у них были немножко интересы параллельные, то есть мы вот эти вот на том факультете нашли курсы, которые их интересуют, они поэтому туда и захотели. А наши социологические мы устроили дистанционно, там или на следующий год перенесли, так чтобы как бы удовлетворить их интересы, при этом все равно, чтобы у них осталось, то есть те курсы, которые нужны, были обязательно в дипломе. Вот, и договаривались, они ехали, там были такие случаи. Да, то есть здесь, конечно, очень важная инициатива от самого студента, потому что никто за вами бегать не будет, не будет говорить, а вот у нас тут не хочешь ли съездить по обмену, нет, мы должны сами быть. Вообще, вышке надо быть самому довольно-таки активным. У нас много возможностей вышки, просто огромное количество. Вот даже, не знаю, дня не хватит, чтобы перечислять, какие есть возможности. И практики, работы, работы в наших научных подразделениях, то есть это все, работы с коллегами, которые у нас в практике преподают, в их бизнесах и так далее. То есть надо быть активным, надо быть любопытным, надо быть заинтересованным, и надо быть достаточно, знаете, таким упёртым, хорошим, чтобы этими всеми возможностями воспользоваться. И вот обменная программа, это одна из таких, там есть конкурс, поэтому надо для того, чтобы иметь возможность выбирать, надо получше учиться на первом году, получать высокие оценки, зарекомендовать себя, чтобы какой-то преподаватель написал вам рекомендацию, что он видит в вас потенциалы, что это все для вас, то есть вы справитесь. Потому что, понимаете, когда мы посылаем своих студентов за рубеж, это наша визитная карточка, то есть если мы пошлём к какому-нибудь лентяю или человека, который не мотивирован, да, то коллеги за рубежом увидят и скажут, ну, какие у них там студенты неинтересные, может, и университет неинтересный, поэтому мы не можем себе позволить обмениваться теми, кто не будет достойно держать нашу марку. Поэтому вот отбор есть, надо его пройти, надо показать, что вы мотивированы, неинтересованы, и что вы можете учиться там и успешно. Что тоже послать вас туда, где вы не сможете пройти курсы, например, в силу языкового, недостаточного компетенции языковых, то тоже к чему это? Лучше тогда, может быть, ещё годик поучиться у нас, и уже через год поехать. Спасибо, Ольга Евгеньевна. Тогда следуем другие вопросы, мы, если возникнуть, уже тогда в самом конце. А сейчас мы передаём слово Янина и Татьяне. Всё, Татьяна, хорошо видно. Спасибо большое. Так, меня зовут Яина Татьяна, я представитель приёмной комиссии, и я немного расскажу о приёме, в принципе, высшей школы экономики, и в том числе на социологию. Всего у вышки четыре кампуса, насколько, скорее всего, большинство присутствующих знает. Это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Пермь. Существует, вообще, в вышке работают более 7 тысяч преподавателей и исследователей. Обучается суммарно в четырёх кампусах по программам бакалавриата, магистратура, аспирантуры и доп. образования более 47 тысяч студентов. И вышка существует уже более 20 лет, поэтому у неё достаточно большое количество выпускников. Со всех программ, то есть бакалавриат специалитет магистратура, аспирантуры и доп. образования, было выпущено более 90 тысяч выпускников. В этом году выделено всего 3647 мест, что уже больше, чем в прошлом году. На Москву выделено 2415 мест, затем Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Пермь. Самое большое количество образовательных программ у нас в Москве. Это 53 программы. 10 программ в Нижнем Новгороде, 14 в Санкт-Петербурге и 8 в Перми. Программы по направлению социологии есть в Москве, также в Санкт-Петербурге. Количество платных мест. У нас есть всего 11 платных программ, полностью платных, где нет бюджетных мест, и две программы в онлайн-формате. В этом году на две программы ведётся приёмных средств Нил Шей, это физика в Санкт-Петербурге, иностранные языки и межкультурные коммуникации в Нил Шей-Перме. На социологии в 2020 году выделено 95 бюджетных мест. Из них 10% выделяется на квоту для лиц, имеющих особое право. Это поступающих абитуриентов с инвалидностью, детей-сирот и ветеранов боевых действий. Соответственно, это 10 бюджетных мест. Для поступления платников выделено 80 мест, и 5 мест выделено для поступления по отдельному конкурсу для иностранных граждан. Новые образовательные программы в 2021 году включают в себя компьютерные науки, анализ данных. Программа по прикладной математике и информатике будет реализована полностью онлайн. Также это три новые программы института классического Востока и античности. Это арабистика, язык словесности культуры Китая и Эфиопия, арабский мир. Кроме этого, есть новые программы и в каждом кампусе Нил Шей. Какие есть пути поступления на бюджетные места? Есть, во-первых, конечно, поступления без вступительных испытаний. Это для победителей и призеров Олимпиад школьников. В 2020 году, то есть в последнем наборе, в московский кампус поступило 42% всех зачисленных на бюджетные места именно без вступительных испытаний по всероссийской и перечням Олимпиадам школьников. Кроме этого, около 6% поступили по квоте для лиц, имеющих особое право. Около 3% поступили по квоте на целевое обучение. Пока что неизвестно, сколько целевых мест будет выделено в 2021 году. Точные цифры и на какие именно направления будут выделены целевые места будут известны к 1 июня 2021 года. И часть абитуриентов, обязательно, конечно же, большая часть поступила по сумме конкурсных баллов. Она состоит из двух частей. Это сумма баллов за стопительные испытания, то есть за ЕГЭ в большинстве случаев. И также сумма баллов за индивидуальное достижение. Она не может превышать 10 баллов как в 2020 году, так и в 2021 году. Также будет такая же система. Для того, чтобы подать документы, необходимо перейти порог минимального количества баллов по каждому из предметов. Есть порог прособранодзора. Это, как вы видите, 36-40, в среднем где-то 40 баллов по каждому из предметов. В НИУШ есть свои баллы для подачи документов. Эти баллы не различаются для приема на бюджетные и на платные места. В среднем, в зависимости от программы, они везде выше 60, но достигают на некоторых программах 75 по некоторым из предметов. На социологии установлены 4 предмета. Математика, общество знания, иностранный, и русский, как было сказано ранее. И минимальные баллы по каждому из этих предметов 60. Для того, чтобы подать документы, необходимо обязательно перейти порог по каждому из предметов. Если, например, какой-то абитуриент набрал 100 баллов по, например, по всем предметам, кроме общества знания, где он набрал 59 баллов, подать документы он уже не сможет. Дополнительные вступительные испытания по общеобразовательным предметам в ВИШке не предусмотрены ни по каким образовательным программам. Предусмотрены только творческие вступительные испытания на такие программы, как журналистика, медиакоммуникации, мода и дизайн. Если вы поступаете на такие программы, то минимальное количество баллов для них 60, за исключением программы дизайна в Перми, где установлено 50 баллов. Также на уведение этого года, то что на ряде программ установлены вступительные испытания по выбору. То есть абитуриент может сам решать, результат какого предмета предоставить. Например, как тут математика, совместный бакалавриат информационной безопасности и программная инженерия, дается выбор из физики либо информатики. То есть математика и русская является обязательным. И затем третий обязательный результат предоставляется абитуриентам либо по физике, либо по информатике. По выбору абитуриента. Также такая опция есть в 2021 году на химии. Также выбор между математикой и физикой. И клеточной и молекулярной биотехнологией. Выбор между математикой и химией. В состав конкурсных баллов входит также индивидуальные достижения для всех программ, в том числе до социологии. Максимальная сумма баллов не может превышать 10. В 2021 году учитываются спортивные достижения. Это, например, золотой значок ГТО, КМС, мастер спорта, чемпион Европы и мира, чемпионат Амбилимпикс, аттестат с отличием. Также впервые в 2021 году будет учитываться волонтерская деятельность. Учитывается только один конкурс. Это победитель и призер всероссийского конкурса «Доброволец России». Остальные волонтерские достижения не учитываются, кроме этого. И тут можно получить от 2 до 1 баллов в зависимости от регионального либо федерального этапа. Также учитывается победитель и призер Всероссийской Олимпиады школьников по любому предмету. Как индивидуальное достижение, победитель 10 баллов, призер 8 баллов. За иные олимпиады и конкурсы в зависимости от программы можно получить до 8 баллов. В этом году также будет нововведение, то, что могут быть учтены в качестве индивидуальных достижений только олимпиады, включенные в перечень Олимпиад школьников Миноборнауки и перечень конкурсов Минпросвещения. Пока что у нас не включены в перечень в Минувше. Пока что сейчас в индивидуальные достижения добавлены олимпиады с перечнями Миноборнауки, перечни в Олимпиады школьников, региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников и заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников. На социологии можно учесть как индивидуальное достижение именно региональный этап Всероссийской Олимпиады по общественному знанию или по математике, за который дается 8 баллов, а также олимпиады по любому профилю с переченью Олимпиад школьников, если оно не учитывается как 100 баллов или как поступление БВИ. За это предоставляется победителям или призерам в различии между этими делается предоставляется 5 баллов. По Олимпиадам школьников существуют лимботы, как уже было сказано ранее. Первое это поступление безступительных испытаний. Второе это максимальный балл по предмету. Поступление безступительных испытаний можно использовать один раз на одной образовательной программе. Максимальный балл по предмету можно использовать неоднократно и ничем не ограничивается. Можно использовать на нескольких программах, нескольких вузах, если данная Олимпиада учитывается в каждом из них на каждой программе, например. Но тут важно знать, что Для перечняных олимпиад школьников необходимо подтверждение результатом ЕГЭ не менее 75 баллов по предмету олимпиады. То есть, если мы просто в олимпиаду по математике, то необходимо сдать ЕГЭ по математике на 75 баллов и более. Либо некоторые программы устанавливают порог даже больше, чем 75 баллов для подтверждения олимпиады, но это, например, факультет компьютерных наук. На социологии по Всероссийской олимпиаде школьников без вступительных испытаний можно поступить по математике, в числознанию и экономике. И право на 100 баллов засчитывается по иностранному и по русскому языку. Это Всероссийская олимпиада школьников, поэтому подтверждение ЕГЭ тут не требуется. И это уже как учитывается перечневой олимпиады школьников на социологии, довольно большая таблица, и тут только часть ее отображена. Именно высшая проба, то есть вы можете видеть, в таком же формате таблица находится и на странице приемной комиссии. То есть в самом крайнем левом столбце указано название олимпиады, затем профиль предмета олимпиады, который указывают также в дипломе олимпиады. Затем четвертый столбец, это соответствующий предмет ЕГЭ или вступительного испытания. То есть это тот предмет, которым необходимо подтвердить ваш олимпиадный диплом. Перечневой олимпиады школьников, высшая проба тоже является перечневой олимпиады школьников, ее тоже необходимо подтверждать. На социологии это 75 баллов и более для подтверждения уже в следующем столбце. И затем идут виды льгот, кому и за какой класс. Например, вы можете видеть финансовую грамотность, у нее есть деление. Финансовая грамотность подтверждается либо математикой, либо обществознанием, в зависимости от льготы. Если финансовая грамотность подтверждается математикой, и у вас диплом первой степени, вы победитель, то это право БВИ. Право на 100 баллов предоставляется победителям и призерам. Высшая проба по финансовой грамотности, но в таком случае его нужно подтверждать уже не математикой, а обществознанием. Соответственно, 100 баллов начисляется за общество знания. Это также некоторые другие олимпиады, которые учитываются на социологии. Полный перечень вы можете увидеть на сайте, также о нем будут рассказывать все в дальнейшем. Прием документов ведется в 2021 году с 18 июня по 25 июля. Это для поступающих по результатам ЕГЭ и поступающих без вступительных испытаний. Если кто-то поступает на журналистику или медиакоммуникации, то прием документов заканчивается раньше, для того, чтобы успеть пройти вступительные испытания. Он заканчивается 8 июля. Если, например, кто-то поступает после колледжа и сдает внутренние экзамены вместо ЕГЭ, то для них тоже прием документов заканчивается раньше, 10 июля. И для тех, кто поступает на дизайн и моду, прием документов заканчивается 17 июля, также несколько раньше, для того, чтобы иметь возможность пройти вступительные испытания. В этом году также абитуриент вправе подать документы не более чем в 5 ВУЗов. Новый день этого года заключается в том, что ВУЗы сами устанавливают количество направлений подготовки, на которые абитуриент может подать документы. В НИУШе в 2021 году количество направлений остается таким же, как в 2020 и ранее, то есть это три направления подготовки. Направления подготовки могут включать в себя несколько образовательных программ в нескольких кампусах. В НИУШе в Москве, в Санкт-Петербурге, в Перми и в Нижнем Новгороде считаются одним ВУЗом и, соответственно, можно подать документы во все эти четыре кампуса и при этом идет подача документов только в один ВУЗ. Например, если вы выбрали подготовки экономика, то тут у вас есть несколько программ в Москве. Это экономика, совбак, экономика, статистика, мировая экономика, МИЭФ, то есть уже 5 программ, ИПЭФ и еще программа экономика в каждом из кампусов. То есть суммарно получается 8 программ, и это только одно направление подготовки, только в одном ВУЗе. То есть внутри НИУШе у вас еще остается два направления подготовки, куда его можно использовать. Еще можно подать документы на фиологию, также, например, на социологию. На социологию, по направлению социологии в НИУШе разуются две программы. Это в Москве социологии, также есть программа в Санкт-Петербурге. Как происходит зачисление в этом году? 27 июля идет публикация в списках поступающих. Затем 28 июля завершается прием заявления о согласии на зачисление от лиц поступающих без вступительных испытаний и в рамках особой целевой квоты. 30 июля публикуются приказы о зачислении для поступающих без вступительных испытаний и в рамках код. Затем зачисление по общему конкурсу на общих основаниях по сумме конкурсных баллов в 2021 году ведется только в один этап. В отличие от 2020 года и ранее. То есть прием заявления о согласии на зачисление заканчивается 3 августа и приказ о зачислении выходит 5 августа. То есть нет никаких двух волн, все зачисляются одним этапом. Приказ о зачислении выходит 5 августа. Если вы поступаете на платные места, то критерии заключения договоров будут объявлены до 1 июля. Критерии заключения договоров это некая сумма баллов, начиная с которой можно заключить договор. На социологии это была сумма минимальных баллов 50 плюс 60 плюс 60 плюс 60. Пока что еще критерий заключения договоров на 2021 год неизвестен, но будет утвержден позднее. Заключение договоров ведется до 9 августа. И зачисление на платные места, то есть выход приказа о зачислении ведется вплоть до 31 августа. Для зачисления необходимо заключить договор, оплатить первый семестр в полугодии обучения и предоставить заявление о согласии на зачисление. Конечно же, в вышке имеются скидки, они также будут в 2021 году. Скидки бывают по результатам вступительных испытаний, то есть это по сумме баллов ЕГЭ 25-50-70%. Пока что, опять же, на 2021 год они еще не утверждены, но работа над ними уже ведется. И думаю, где-то зимой они, скорее всего, возможно, уже появятся. Кроме скидки по сумме баллов ЕГЭ, существуют также скидки по иным основаниям. Это, например, для выпускного факультета до вузовской подготовки, лицея НЕУШИ, школы распределенного лицея, базовых школ и так далее. Также мы напоминаем абитуриентам о возможности оформления кредита с государственной поддержкой, которая данная программа некоторое время назад прекращала свою работу. Теперь вы. Теперь с 2019-го и 2020-го года опять начала. То есть это довольно низкая ставка, и желающие могут воспользоваться также кредитом государственной поддержки. Вот. Если у вас есть вопросы, можете звонить или обращаться в приемную комиссию. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а я могу материнским капиталом оплатить, допустим, первый семестр или какой-то, если в случае не прохода на бюджет? Да, можно оплатить материнским капиталом, однако первый семестр обычно оплачивается собственными средствами, поскольку материнским капиталом, чтобы воспользоваться, необходимо достаточно долгое время для одобрения пенсионов. Поэтому обычно первый семестр оплачивается из собственных средств, и затем идет оплата средствами материнского капитала. Начисляются ли дополнительные баллы при вступлении за итоговое сочинение? Нет, итоговое сочинение не будет учитываться. Вместо него будет через месяц добавлен 14 сочинений своими словами. То есть итоговое сочинение не планируется учитывать. В чате вопросы для вас. Пожалуйста, скажите, нужно ли быть победителем или призером на серы, сколько в одиннадцатом классе? Или результат учитывается то, что из другой класс? Ну, вы можете стать победителем в серы в девятом, десятом, одиннадцатом классе. В таком случае диплом будет действовать. Также важно помнить, что диплом в серы действует в течение четырех лет после года проведения олимпиады. То есть, например, если вы стали призером по математике в девятом классе, вы можете воспользоваться данным дипломом для поступления, поскольку он будет действителен. Но важно также помнить про четыре года, поскольку после течения четырех лет диплом для поступления воспользоваться уже нельзя. Также про целевой набор. Про целевой набор у нас нет какого-то списка организаций, с которым можно заключить договор на целевое обучение. То есть абитуриент самостоятельно занимается поиском такой организации и просто предоставляет договор, уже готовый в приемную комиссию во время подачи документов летом. Сейчас мы даже не знаем, на каких программах будут целевые места и сколько их будет, поскольку распределение целевых мест произойдет только к первому июня. Но если, например, на сосологии будут целевые места, и вы заключите договор с какой-то организацией, то вы, конечно, можете подавать документы на целевое место. Поступление на основу Олимпиады. Ну, если у вас, например, идет поступление на основе Олимпиады, принимается только Олимпиада или же плюсы, результаты ЕГЭ. Если поступление идет без вступительных испытаний по Олимпиаде, то необходимо сдать только один предмет, который соответствует профилю Олимпиады, на 75 баллов и более. Если у вас Олимпиада по математике, вы сдаёте математику на 75 баллов и более, приносите согласие на зачисление оригинала артистата, установленные сроки. Остальные предметы в таком случае не требуются. То есть можно даже не сдать какие-то предметы, если вы уверены, что вы хорошо сдадите профильный ЕГЭ. Если Олимпиада даёт только 100 баллов, то тут, конечно же, нужны будут все предметы, поскольку это идет поступление на общих основаниях. Так, а 8 баллов за региональный этап в ИДФ СОЖ даётся за один предмет. Учитываются ли результаты, если призёром региона в 9-м и 9-м классе? За региональный этап нет, к сожалению. Учитываются только результаты как индивидуальные достижения. Региональный этап СОЖ учитываются только результаты за последний год, то есть в течение последнего года перед приёмом документов. Если вы поступаете сразу после 11-го класса, соответственно, будет призёрство на региональном этапе только в 11-м классе. Подскажите, сколько баллов даётся за значок ГТО? Пусти информацию на слайде. За значок ГТО даётся 2 балла, золотой значок ГТО, который соответствует возрасту поступающего на момент подачи документов. Какими льготами пользуются победители первого отборочного этапа Олимпиады «Высшая проба»? Именно для поступления на бюджетные места никаких льгот нет, а не только уже для победителей второго этапа, то есть для тех, у кого есть диплом Российского совета Олимпиад школьников. Но, например, при поступлении на платные места в прошлом году были скидки «Пойным основанием», и там были включены ребята, которые не добрали определённое количество баллов до статуса победителя или призёра. И они были участниками второго и заключительного этапа высшей пробы. Скорее всего, такая эскеппы сохранится и в 2021 году, но пока что нужно будет подождать до их утверждения. Сколько баллов даётся атитат с отличием? Ещё есть вопрос. Атитат с отличием даёт 3 балла. Там учитываются именно не золотая или серебряная медаль, а атитат, где написано с отличием. А где можно посмотреть список всех перечневых олимпиад на социологию? Его можно посмотреть на сайте приёмной комиссии ba.hse.ru. Там в разделе «Информирование о приёме» есть поддокументы по всем кампусам, как там учитываются олимпиады и программы по порядку, по возрастанию кода, направлению подготовки. Вы можете там найти социологию, там есть все олимпиады и что они... Какие программы относятся только к тем 11, на которых только платное обучение? Ну, например, это все программы двойного диплома. То есть программа данного диплома с Лондоном у нас есть по прикладной математике информатики, бизнес-форматике, международным отношениям, экономике, публичной политикой, социальной науки. Также это программа двух дипломов с Кёмхи по экономике и политике в Азии, с университетом Кёмхи. Компьютерная наука, она из данных новая онлайн-программа, она также полностью платная. Тут ещё вопрос есть про баллах для поступления на бюджет. Ну, проходной балл на социологию в прошлом году был 360, и так заранее он не устанавливается, он уже формируется по результате конкурса. Пока что никто не сможет сказать, что проходной балл будет в 2021 году. Баллов золотая медаль. Опять же, золотая медаль, именно золотая и серебряная медаль не даёт баллов. Даёт баллы только аттестат, в котором написано с отличием. Он даёт три балла. Да, ну да. Вот, в принципе, вопросы. Пожалуйста, Максим, вам слово. Добрый день, коллеги. Надеюсь, меня слышно видно. Я сейчас вам... Да, не слышно. У меня буквально один слайдик. Я его вам открою. Он, так сказать, фоном будет. Я к нему обращусь чуть попозже. Начну с... Ну, дайте я представлюсь. Меня зовут Максим Игоревич Богачёв. Я сопредседатель экспертной комиссии конкурса «Высший пилотаж». Я, получается, руководитель комиссии, составляющей задания по Олимпиаде «Высшая проба по обществознанию» именно в блоке «Социология». Вот, соответственно, я сегодня вам расскажу про всё, что связано с поступлением именно в рамках Олимпиадного движения. Начну я с моего выступления с рассказа, ну, с короткого ответа на те вопросы, которые сейчас были в чатике. Смотрите, ещё раз, коллеги. Значит, в этом году, в 2021 году, на образовательной программе «Социология» у нас 95 бюджетных мест, да, плюс к ним 80 мест на платное обучение. Плюс есть отдельные места, 5 мест для иностранных студентов, да. То есть, ещё раз, 95 – это бюджет, 80 – это коммерция. Для поступления необходимо сдать 4 предмета ЕГЭ. Это профильная математика, да, профильная математика. Есть в ЕГЭ отдельно просто математика, есть профильная математика. Профильная математика в разы сложнее базовой. Вот на «Социологию» принимается профильная математика. Кроме того, русский язык, кроме того, иностранный язык, любой из тех, который сдаётся в рамках ЕГЭ, плюс общество знаний. Минимальный балл по каждому из этих предметов – 60. Если у вас хотя бы одному из этих предметов меньше 60, вас не допустят ни на платное обучение, ни уж тем более на бюджетное обучение. Да, то есть, по всем этим предметам, если вы поступаете по ЕГЭ, у вас должно быть минимум 60 баллов. Далее, про динамику проходного балла. Значит, коллеги, неуклоснительно проходной балл на вышку в целом на образовательную программу «Социология» растёт. В 2019 году, ну, то есть, да, сейчас важный момент, 4 предмета, то есть в сумме это 400 баллов. Плюс, как вам коллеги вот сейчас из приёмной комиссии рассказывали, да, есть плюс 10 баллов за всевозможные индивидуальные достижения. То есть в сумме у вас 410 баллов. В 2019 году, значит, надо, ну, проходной, да, проходной балл был. В 2020 году проходной незначительно снизился, составил 360 из 410. Но, прошу вас не обманываться, да, вот это лёгкое понижение, незначительное колебание, оно связано с двумя факторами. Первое, как, собственно, уже Ольга Евгеньевна вам сказала, в 2020 году ввиду вот этих пандемических осложнений на 10 мест было больше, на бюджетных мест для данной образовательной программы. То есть в прошлом году, в 2020 их было 100, в этом их 95. Учитывайте это, пожалуйста. Это первый момент, да, связан с дополнительными местами. Второй важный момент, о котором я ещё отдельно сегодня скажу. В 2020 году в результате того, что у нас всеросников стало несколько больше, право поступить без пытательных испытаний, то, что называется БВИ, без вступительных испытаний, этого права были лишены призёры Олимпиады высшая проба третьей степени. То есть им, условно, значит, наше федеральное правительство сказало, что не даём им право поступать без вступительных, даём только лишь 100 баллов. И в результате этого, соответственно, количество олимпиадников, которое должно было проходить на образовательную программу социологии несколько сократилось. В связи с этим, да, понизился на 4 этих балла, проходной балл. Но, ещё раз, это, скорее, такое случайное колебание, связанное с этими вот двумя характеристиками, двумя факторами. Год от года, вот там, у меня ближайшие данные с 2015 года, вот с 2015 года, считайте, по 2020 у нас растёт проходной балл на социологию. Так что пройти, ну, 360, даже 360 баллов из 400 – это достаточно много. Поэтому поступить по ЕГЭ, честно скажем, достаточно тяжело. Да, кроме того, обращу ваше внимание на динамику поступления на образовательную программу социология всевозможных победителей и призёров олимпиад. Опять же, и эти характеристики, этот показатель у нас неизбежно растёт. И в 2020 году, да, то есть в 2019 у нас было 54 абитуриента, да, которые стали студентами, которые были зачислены без вступительных испытаний. Да, в 2020 году таковых стало у нас 55, да, 5 из них при этом были всероссники. То есть вот 55 бюджетных мест были заняты без вступительных испытаний олимпиадниками. То есть коллеги в чате уже спрашивали, а бывают ли случаи, когда там все места заняты олимпиадниками. Как бы в истории Вышкинда такое случалось, но Вышка, соответственно, гарантировала поступление абитуриентам, которые планировали поступать только по ЕГЭ, и, собственно, додавала дополнительные места. А сейчас вверх на коллегии вам в чате написали, есть там пропорциональное ограничение, вот, но, опять же, Вышка очень лояльно относится и к олимпиадникам, и к тем абитуриентам, которые поступают по ЕГЭ. Поэтому, как бы, места будут для всех, но эти места должны быть подтверждены высокими баллами. Получить 360, даже 360 баллов, а то и выше из 400 достаточно трудно, да, про дополнительные 10 пока речи не идет. Соответственно, какой вот промежуточный вывод из моих слов вам необходимо сделать? Поступить по ЕГЭ можно, но очень трудно. В связи с этим настоятельно рекомендуем вам осваивать олимпиадное движение, вот, потому что, ну, как, собственно, опять же, коллеги с приемной комиссии вам по этому поводу сказали, участие в олимпиадном движении, да, активное и успешное участие в олимпиадном движении дает вам очень много профитов. Как минимум, это право поступить без вступительных испытаний. Следующая ступень, это как минимум 100 баллов по тому или иному предмету, да. Важный момент, что, то есть, если вы победитель в Сироса, то там, соответственно, вот, раз вы призер или победитель, у вас право БВИ на любое направление. Если же у вас перечневая олимпиада, то либо БВИ, ну, это как правило призерство, да, либо 100 баллов по конкретному предмету, что, в общем-то, тоже неплохо. Получить там 100 баллов по профильной математике почти нереально. По обществознанию почти нереально получить 100 баллов на ЕГЭ. А призерство на вторая, третья степень на перечных олимпиадах вам дают эти 100 баллов, соответственно, если существенно облегчая ваше поступление в высшее учебное заведение. Кроме того, третий момент, что вам дают олимпиады и их покорение. Это те самые баллы за дополнительные достижения. Да, до 10, в пределах 10, но, опять же, вот коллеги вам сказали, что из различных конкурсов типа высшего пилотажа за участие в различных олимпиадах вам, в том числе, призерство на регионе Всероса, там, по 5 или 8 баллов в зависимости от уровня и профиля дают эти олимпиады. Поэтому, кстати, рекомендую всем и тем, кто сейчас уже в 2011, и те, кто еще только планирует в ближайшие годы к нам поступать, осваивать олимпиадное движение, участвовать в олимпиадах и прокачивать свои скиллы, необходимые для этого. Касательно, вот отдельно хочу сказать о льготах, о изменениях в федеральной нормативке, связанной с предоставлением олимпиадникам льгот именно в 2021 году. Да, у нас очень часто меняется нормативка по этому поводу, давайте я скажу. Вижу здесь поднятые руки, коллеги, можно я сейчас закончу свою короткую речь и далее мы с вами как раз таки вступим в обсуждение ваших вопросов. Спасибо большое. Соответственно, про два важных изменения в нормативке 2021 года, которые предоставляются олимпиадникам. Первое. В этом году у нас отменили стандартную систему льгот для олимпиад. Раньше у нас было олимпиады первого, второго, третьего уровня. И вне зависимости от того, какая это олимпиада, если она первого уровня, она нам давала определенные преференции. Вот в этом году разницу, дифференциацию между первым, вторым и третьим уровнем отменили, общую, общефедеральную. Что же в этом году сделали? В этом году ввели льготы для каждой олимпиады отдельно. Теперь каждый университет, и более того, некоторые университеты передают это право на отдельные свои направления, образовательные программы. Так вот, каждый университет сам определяет перечень олимпиад, которые будут расцениваться и по которым будут даваться льготы для абитуриентов. То есть теперь неважно, первый, второй, третий там перечень. Теперь надо зайти на сайт вуза, посмотреть перечень олимпиад, которые этот вуз признает. И какие льготы он за призерство и победу в этой олимпиаде предоставляет. Я уже в чатике, собственно, ссылку на данный список сбросил. Тем, кто сейчас лицезреет чат, может сразу увидеть и пройти. Но, кстати, рекомендую это сделать после нашей беседы, чтобы, так сказать, мои слова мимо вас не прошли. На данный момент образовательная программа «Социология» в Высшей школе экономики принимает защиту 25 олимпиад, которые ей предоставляют свои конкурсные задания по 49 профилям. Собственно, увидеть этот перечень вы можете на страничке, ссылку, которую я вам сбросил. Либо же вы можете забить в поисковике «Бакалаврская программа социологии Высшей школы экономики». Увидите там, значит, плашечку информации для абитуриентов, открываете, там вся подробная информация указана со всеми ссылками на вот эти перечни. Там перечни не только по социологии, но и по другим образовательным программам. Так вот, значит, мы сказали, что теперь важная инновация. Каждый университет сам определяет, какие олимпиады он признает. Далее. В этом году убрали различия между льготами для второго и третьего места. Теперь фактически на федеральном уровне у нас признается победитель – это первое место, и призер – второе место равно третьему месту. То есть льготы, которые получают призеры второго и третьего уровня, теперь одинаковы. Не пугайтесь, коллеги, нам, точнее даже сказать вам, это только лучше. Почему? Потому что в перечень этих вот олимпиад, которые высшая школа экономики признает и образовательная программа социологии признает, собственно, мы добились, туда входят самые ключевые олимпиады, и, собственно, мы добились того, что призерство теперь и второго и третьего степеней, и второго и третьего уровня, оно дает право поступить без вступительных испытаний. То самое сакраментальное, заветное БВИ. То есть, например, вы можете участвовать в Московской олимпиаде школьников по направлению общества знания, занять, например, третье место, да, или там, возьмем, олимпиада «Покори Воробьевы горы», опять же. Вы можете занять по общество знанию третье место на этой олимпиаде, и эта грамота, диплом этого третьего места дает вам право поступить без вступительных испытаний на соцфак, на направление социологии, высшей школы экономики. То есть, первое место – это гарантированная победа, второе, третье место – здесь все зависит от олимпиады. По ключевым, самым основным олимпиадам, и второе, третье место тоже дает право поступить на данное направление без вступительных испытаний. На слайдике у меня, соответственно, самые ключевые олимпиады, это, естественно, ну, понятное дело, все раз. Это олимпиада «Высшая проба» по различным направлениям, это Московская олимпиада школьников, это МГУшная олимпиада «Вомоносов по Кори Воробьевы горы», это олимпиада «СПБГУ», есть олимпиада «МГИМО», есть вот признаемое общество знания в олимпиаде «Ранхикс». Еще раз, это не все олимпиады, всего их 25 и 49 профилей. Пожалуйста, зайдите опять же на сайт, посмотрите, увидите, какие направления признаются, какие олимпиады признаются, какие направления, и какие льготы дают победы и призерство по этим направлениям и по этим олимпиадам. Важный момент, наверняка будет вопрос, а вот если я, например, являюсь призером или победителем олимпиады «Вомоносов», могу ли я с этим диплом поступить в «Вышку»? Конечно же, можете. Более того, коллеги, нам не важно, по какой из этих олимпиад вы, значит, являетесь победителем или призером. Нам важны умные, хорошие, подготовленные абитуриенты, поэтому мы принимаем все эти указанные олимпиады. Либо же это вам даст право БВИ, либо же вам даст 100 баллов, соответственно, смотрите и изучайте, готовьтесь. Что здесь еще, наверное, сказать? Да, ну, раз уж мы так много говорим про олимпиады сегодня, здесь важный момент, а как готовиться к олимпиадам? Ну, первым делом, опять же, обращу ваше внимание на наш чат. В чатике я там сбросил ссылочку на видеозаписи Кирилл-Антеновича Сорвина, зама по работе с абитуриентами факультета социальных наук высшей школы экономики. Там есть очень подробный разбор о том, как к этим олимпиадам готовиться. Кроме того, коллеги, на сайте вышки, в первую очередь на сайте олимпиады высшая проба, там у нас очень много методических рекомендаций, методических материалов по подготовке к олимпиадам. С чего бы, если вы впервые сталкиваетесь с понятием олимпиадное движение, с чего вам стоит начать? Ну, в первую очередь зайдите на сайт высшей пробы, активно его изучите, посмотрите, ознакомьтесь с теми материалами для подготовки, которые там уже вывешены. В первую очередь посмотрите на демо-версии, прорешайте эти демо-версии, посмотрите задания прошлых лет, список у нас почти за 10 лет всех этих олимпиадок, конкурсов указан. Посмотрите, опять же, ознакомьтесь с типами заданий, посмотрите работы победителей и призеров, какого уровня должна быть работа, чтобы она достигла соответствующего качества и была определена как работа победителя. Самое важное, что вот не только посмотреть, но и что называется выучить. Посмотрите критерии оценивания, посмотрите сами типы заданий, посмотрите формат заданий, посмотрите критерии оценивания, как именно эксперты будут оценивать вашу работу, каким критерием. Ну и активно отрабатывайте навык написания эссе и навык, собственно, письменного изложения мыслей. Вот в первом туре в большинстве наших конкурсов олимпиад, это значит, механика какая, ограниченное количество времени и много достаточно непростых вопросов. Да, это первый тур. Прошли первый тур, опять отвечая на вопрос в чате, если вы стали победителем этого первого тура, победитель первого тура выше пробы дает вам право поступить во второй тур, перейти во второй тур, не больше. А вот второй тур, соответственно, если вы становитесь победителем или призером, дает вам уже право, соответственно, либо получить 100 баллов, либо получить право учиться без вступительных испытаний, стать студентом без вступительных испытаний. И второй тур у нас, значит, как правило, проходит очно и в втором туре, соответственно, требуется именно навык написания письменного текста, навык письменного изложения своих мыслей и все, что с этим связано. Опять же, коллеги, на сайте есть ссылки на те методические материалы, по которым мы рекомендуем готовиться. Ну, раз понятное дело, что в общество знаний много разных разделов, и там, соответственно, и политология, и право, и экономика, и там по каждому из этих субразделов у нас есть отдельные указания на литературу. Сегодня я отошлю к определенным учебникам именно по социологии. В первую очередь, да, рекомендую прочитать, вызубрить учебник Энтони Гидданса «Социология», да, к нему же учебник Энтони Нейлос Мелзера, также называется «Социология». «Маст Хэв», что называется, учебник Сорвина Сусокова «Человек в обществе», достаточно, думаю, кто с олимпиадным движением сталкивался, его, конечно же, знает. Ну, а для коллег, которые сейчас находятся в рамках основного общего образования, также настоятельно рекомендую найти, приобрести, ознакомиться с новой линейкой учебников по обществу знаний для школы, да, которые есть в федеральном перечне учебников, то, что называется УМК Сорвина. Да, опять же, линейка учебников, которая ориентирована на предоставление не только стандартного обществоведческого школьного образования, но и подготовку к тем самым олимпиадам и конкурсам. Ну, собственно, дорогу осилить идущий, да, как бы резюмируя, наверное, важные вещи, поступить по ЕГЭ достаточно трудно, причем не только в Вышку, но и в другие вузы. Альтернативный канал поступления сегодня – это канал олимпиад, да, не надо бояться олимпиад, их реально написать, более того, к ним гораздо приятнее и интереснее готовиться, чем готовиться к ЕГЭ. Олимпиад – большое количество, олимпиады дают большие шансы, существенно увеличивают ваши шансы на поступление в престижные вузы, причем как предоставляя вам 100 баллов по тому или иному предмету, да, так и предоставляя вам право поступить без вступительных испытаний. Пробуйте, стремитесь, и мы ждем вас на нашей образовательной программе. У нас лучше, чем в других местах. Это вот зуб даю, что называется. Есть ли, коллеги, вопросы? Давайте, наверное, сейчас, может быть, устные вопросы мы сейчас спросим. А пока люди готовятся, собираются с мыслями, я посмотрю, что у нас в чате и постараюсь ответить на вопросы в чате, которые еще не были отвечены. Еще раз, смотрите, я сейчас, наверное, для тех, кто мог упустить, бросаю ссылки в чатике на, во-первых, страничку образовательной программы социология, во-вторых, на список тех самых олимпиад, которые признаются образовательной программой в 2021 году, ну и третье, самое важное, на методические рекомендации, видеообзор, как правильно готовиться к олимпиадам и, в частности, олимпиаде высшие пробы по социологии. Не пропустите это прямо в чате. Я читаю ваши вопросы. Да, можно ли получить ссылки на раздел олимпиады по обществу о знанию? Ссылочку, в общем-то, сбросил, это есть. Ну, коллеги, Библия, может быть, как, во-первых, Библия с большой буквы, но, да, собственно, издания Келентиновича, они шедевральные, потому что легко, просто, а главное, полезно написано. Поэтому, еще раз говорю, можно взять как учебник Сорвина-Сусокова «Человек в обществе», так и, в общем-то, но, скорее, для выпускников, которые сейчас 10, ну, школьников, которые сейчас в 10 классе, опять же, можно будет, я думаю, в январе-феврале месяце выйдет 10-й один учебник Сорвина, который войдет в федеральную перечню учебников по обществу, да, то есть рекомендованных Министерством просвещения для обучения в стандартных школах. Это в общебразовательных школах. Учебник по обществу знаний 10-го, 11-го класса. Учебник линейка 6-го по 9-го уже есть, и уже его можно приобрести, приобрести там, в том числе, в магазинах. 10-й, 11-й выйдет в 21-м году. То есть тем, кто сейчас в 11-м, наверное, уже поздно будет его, соответственно, приобретать, а тем, кто сейчас в 9-м, 10-м и ранее, соответственно, вы вполне можете готовиться уже и по этим учебникам. Смотрите, призером вопрос. Призером или победителем Олимпиады, например, Сироса, нужно быть по одному предмету, видимо, или по нескольким. Если вы будете по нескольки, мы вас ждем вдвойне. Достаточно, соответственно, для вам право поступить без вступительных испытаний, даст тут даже один предмет. Да, по одной из Олимпиад, которая указана. Да, все так и есть. Да, список литературы, вот, собственно. А, да, коллеги, смогу сейчас сбросить вам этот список литературы с указаниями. Единственное, немножечко надо будет подождать. Сейчас чатики тоже сброшу. Да, список книг, список тоже. Значит, право на поступление без вступительных, да, тоже в чатике я, возможно, просто в речку отвечал. Смотрите, если вы тот золотой ребенок, который затащил Сирос по обществознанию, да, соответственно, нужно ли вам в таком случае сдавать, например, общество знания и иностранный язык? Нет, не нужно. Для того, чтобы, если вы затащили Сирос по обществознанию, вам нужно сдать математику и русский язык на уровень, который, ну, то есть вы должны получить диплом от школы, что школа вас выпускает. То есть сдать предметы на, вот, с пороговое значение. Все остальное вам сдавать не нужно. Вы приходите в приемную комиссию, даете, значит, справочку из школы, что вы закончили, что вас выпустили, да, показываете диплом Сироса и автоматически поступаете. Это подготовка к Сиросу, много нервов, правда, забирает, но, поверьте мне, это окупается, когда вы к условному маю уже знаете, что можно просто вот расслабиться, потому что вы уже поступили. И в условном июне вы уже принесли эти документы, и пока все нервно грызут ногти и думают, поступил, не поступил, вы уже можете поехать на отдых, расслабляться, вот, и на самом деле уже учить математическую статистику, которая пригодится вам на факультете. Так, это ответил. Смотрите, по поводу 10 класса тут несколько сложнее. Обычно, если вы, например, затащили регион Сироса в 10 классе, что это вам дает? Это автоматически вас пролонгирует, ваш статус на 11 класс. То есть, поступить автоматически не всегда возможно, да, а вот пройти, будучи 11-ти классником, сразу на уровень регионов Сироса автоматически можно. Но на уровне после региона все равно надо, соответственно, участвовать уже в 11 классе. Вот, но опыт, да, здесь такой важный момент. Чем раньше вы начнете участвовать в конкурсах, олимпиадах, тем больше вы будете прошарены, да, как говорят школьники, навык вашей подготовки и психологической готовности к этим вещам, он будет в большей степени прокачан. Поэтому наша рекомендация, чем раньше, тем лучше. Вот, это не значит, что надо детей из первого класса туда тащить, да, но вот с 8-го, 9-го, это пора начинать, что называется. Нет, опять вопрос про учебники, да, 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 коллеги. Сейчас, давайте я вижу Валерию, она, видимо, хочет задать вопрос. Я пока вам сразу, раз уж так много вопросов про учебники, сейчас в чате их сброшу. Для этого мне нужно минут, секунд 10-15, я как раз-таки могу выслушать какой-нибудь вопрос устный. Если вы про меня, то я студентка, я зашла просто. Участвовать, если что, да. Понятно. Ну, хорошо, коллеги, у кого-нибудь еще? Есть ли устные вопросы? Победителем Олимпиады нужно быть именно в 11-м классе? Да, все-таки в 11-м. Значит, если мы говорим про, делим, есть всероз, который у нас, значит, святее всех святых, и есть у нас перечень Олимпиад. Значит, если мы говорим про всероз, да, 4 года, получается, 9-й, 10-й и 11-й класс, автоматически вам это право дается. То есть, если вы затащили там в 9-м, 10-м, значит, можете с этим дипломом претендовать на поступление БВИ. Но, что называется, не отменяя тех слов, о которых я говорю, что вы можете заново принимать участие в этом конкурсе, уже находясь с этого регионального уровня. Если же вы являетесь победителем высшей пробы, например, в 9-м или 10-м классе, или там Ломоносова, или Покори Воробьевы горы в 9-м, 10-м классе, то это вам автоматически не дает БВИ на 11-й класс, потому что там есть это ограничение, именно победителем 11-го класса. Вот так, наверное, будет корректно. Обращаемся опять к чатику, проводится ли высшая подготовка к Олимпиадам. Ну, смотрите, во-первых, очень много, и у нас есть Академия Школьников, да, Вышка регулярно проводит Академию Школьников, обычно, значит, у нас выездные школы в специальном центре Воронова, сейчас можно принимать участие в Академии Школьников вполне через, да, ввиду всех этих дистантных вещей онлайн. Кроме того, у нас есть интернет-школа, опять же, на сайте Вышкой Школы Экономики, на сайте ФДП, факультет доузовской подготовки, у нас вся эта информация есть, ну, да, можно как-то готовиться. Когда Вы пишете дискриминацию уже опытных олимпиадников, опытные олимпиадники на то и опытные, что могут победить еще раз. Список учебников. Так, коллеги, список учебников отправил, он у меня единственное, что здесь булиты не сохранились, а в остальном список есть, да. Опять же, самое важное, зайдите на сайт Олимпиады Высшая Проба, да, и Общество знаний и социологии, и там в перечне методических рекомендаций есть список учебников. Я выслал самые основные, а там есть еще и дополнительная литература. Смотрите, пожалуйста, это очень полезная информация. Смотрите, если Вы победитель в СЕРОСа, хотя бы даже по одному предмету, то Вам этот предмет дает право поступить без вступительных испытаний. Если этот предмет был необходим для данного направления, для данного факультета. Соответственно, если, ну, грубо говоря, для поступления на образовательную программу социология, да, из СЕРОСа, для БВИ, у нас засчитывается математика, Общество знаний и экономика. Соответственно, если у Вас по одному из этих предметов статус победителя или призера, то Вы автоматически получаете БВИ. Если же у Вас, например, в СЕРОС по русскому языку, да, или по иностранному языку, то Вы получаете 100 баллов по данному предмету при поступлении на, опять же, соцфакт. А если Вы поступаете на лингвистику какую-нибудь, например, да, или там иностранные языки, то, естественно, призерство и победа СЕРОСа по этому предмету Вам дает БВИ на факультет, который, ну, занимается лингвистикой и иностранными языками. Вот, думаю, на это ответил. Так, так, так. Коллеги, ну, опять же, смотрите, образовательная программа социологии имеет достаточно много бюджетных мест. Поэтому речь о том, что вот придут эти пакостные олимпиадники, заберут все места и еще, значит, там коммерцию выгонят, иностранцев выгонят. Но, говорю, кейсы, когда растиражированные в СМИ кейсы, когда на новых образовательных программах заканчивались бюджетные места из олимпиадников, это очень узкие такие направления. Опять же, Высшая школа экономики идет навстречу всегда подготовленным абитуриентам. Неважно, по олимпиадам они поступают или по ЕГЭ, и эти вопросы всегда решают, предоставляя какие-то возможности, скидки, льготы, оплату обучения за счет Высшей школы экономики. То есть, мы заинтересованы в хороших абитуриентах. Поэтому, если Вы хороший абитуриент с хорошими баллами, Вас Высшая школа экономики ждет. Вне зависимости от того, то есть, опять же, система скидок, коллеги об этом говорили, система скидок действует и для тех, кто поступает по ЕГЭ, опять же, на страничке образовательной программы это указано. Есть возможность получить. Главным образом, даже если Вы на первом курсе находитесь на платке на коммерческих местах, но при этом Вы хорошо учитесь и при этом образуются вакантные места на бюджете, то Вы спокойно можете перевести с платного места на бюджетное. При том условии, что Вы очень хорошо, что Вы хорошо учитесь и занимаете там вершину рейтинга. Поэтому, опять же, хорошим абитуриентам мы всегда рады и всегда стимулируем и сама система, которая у нас создана, она стимулирует их учиться еще лучше, чтобы перейти с платки на бюджет. Можно ли поступать и по результатам ЕГЭ, и по результатам Олимпиады, чтобы увеличить шансы на поступление? Ну, когда Вы подаете документы, соответственно, здесь у нас что будет? Давайте мы Татьяну попросим вот этот вопрос осветить, потому что там есть свои сложности. Татьяна, слышите нас? Да, да, да. Вопрос вот. Можно я одновременно поступать по Олимпиадам и по ЕГЭ? Можно поступать по Олимпиадам и по ЕГЭ. Например, если, я так понимаю, имеется в виду случай, когда идет поступление в выступительных испытаниях по Олимпиадам на какую-то одну образовательную программу и по ЕГЭ на остальные образовательные программы. Ну, у них разные сроки зачисления. Если, например, иметь в виду на одну и ту же образовательную программу поступить, поступать и по Олимпиадам, и по ЕГЭ. Ну, вообще, если Вы поступаете по Олимпиадам или по квотам, то тут согласие на зачисление нужно предоставить раньше, чем если Вы поступаете по просто опору зелегатам ЕГЭ. Таким образом, эти два потока разводятся при поступлении даже на одну образовательную программу, и Олимпиадники зачисляются раньше, они зачисляются 30 июля. И только после зачисления Олимпиадников идет основной этап зачисления по ЕГЭ, то есть до 3 августа идет прием согласия на зачисление, 5 августа зачисление. То есть, если Вы уже были зачислены как Олимпиадник, то Вы можете, конечно, отчислиться, но как бы нет смысла, к тому же перепадать документы уже Вы не сможете, если Вы были зачислены Олимпиадник, и почему-то потом захотели поступать по ЕГЭ на ту же программу. Да, это смысла нет. То есть, сначала Вы сдаете согласие на зачисление именно по Олимпиаде, а на другие программы Вы можете, и только на одну программу, а на другие программы Вы можете поступать по ЕГЭ. Правильно, Татьяна? Да, это правда. Даже если, например, у Вас есть право поступления без вступительных испытаний на одну программу, но Вы больше хотите на другую программу, где у Вас его нет, Вы просто поступаете на эту программу по ЕГЭ, то Вы можете зачислиться на программу по БВИ, и если Вы проходите на программу, на которую Вы хотите больше, Вы можете отчислиться с той программы, куда Вы уже были зачислены, и подать согласие на зачисление и аттестат на программу, куда вы проходите на общих основаниях. Есть ли еще вопросы? Я посмотрел в чатике, остальное вроде все у нас было отвечено. Наверное, от Ирины Пауновой. Скажите, если есть призерство в первичных олимпиад ради стабалов, такая опция возможна только для одного предмета или для нескольких? Ну, допустим, вы победили в разных этих олимпиадах перечневых, занимаете там призерство, да, и при этом это призерство подтверждено 75 баллами на ЕГЭ по разным предметам. Например, один по обществознанию, а другой по русскому языку и, например, по иностранному языку. Ваш статус призера в этих олимпиадах, дающих вам по 100 баллов, дает вам, получается, 100 баллов за этот предмет. Вы приходите в приемную комиссию и, собственно, говорите, вот я призер этих двух-трех олимпиад, у меня, получается, за эти направления по 100 баллов. Да, конечно же, у вас все это дело будет учитываться. Не по одной, а по нескольким олимпиадам. Здесь, опять же, ориентируя коллег на еще большее вовлечение во всевозможные олимпиадные движения, важно отметить, когда мы говорили, что у нас в 2020 году 55 абитуриентов поступили без ступительных испытаний, вот это именно те абитуриенты, которые поступили с правом БВИ. Те абитуриенты, которые пришли с первичными олимпиадами, там, третьей какой-нибудь степени, которые дали им 100 баллов, в эту цифру не входят. Так что, ну, еще раз, активно участвуйте, занимайте, побеждайте. Это существенно облегчит ваше поступление. Так, 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 а по диплому олимпиады можно предъявить только в один ВУЗ на одну программу или же в пять ВУЗов. Ну, то есть, насколько я, опять же, отошлю нас к Татьяне из приемной комиссии, было указано, что у нас можно подать документы не более чем в пять ВУЗов, да, и в одном ВУЗе не более чем на там три направления. В общем-то, вы предъявляете этот диплом, да, ну, подавая заявление, наверное, в несколько ВУЗов. А вот вопрос, что когда надо будет принести оригиналы, вы уже определяетесь, куда именно вы принесете оригинал. Да, ну, то есть, действительно, вы можете поступать без ступеньких испытаний только на одну программу в один ВУЗ. То есть, нельзя, если у вас право обуви есть в пяти ВУЗах, вам нужно будет выбрать. Спасибо, Татьяна. Коллеги, простите меня за, так сказать, недоработу. Я не знаю, что такое неймдроппинг. Вот вы мне как-то распишите, я не могу ответить на вопрос, что это значит. Ну, Никита задает вопросы про гитера либертарианцев, квир-коммунистами на соцфаке. Это стереотипы, коллеги, вот что я вам скажу. Ну, не знаю, как тут еще прокомментировать такие вещи. Вышка большая, очень разная, очень разные взгляды и у преподавателей, и у студентов. Никому ничего здесь не пропагандируется, не взращивается. Есть люди, которые готовы дискутировать, обсуждать, изучать. Поэтому нету какой-то вот здесь генеральной линии, скажем так. Есть ли еще вопросы, коллеги? Спасибо большое, Максим. Я так поняла. Сейчас там про распределенные лицейные классы в школах. Смотрите, здесь это лучше опять, наверное, обратиться к сайту, потому что там год от года некая система может меняться. И, насколько я знаю, есть, опять же, скидочная система для как выпускников ФДП, так и для учащихся распределенного лицея. Но вот какая там тоже какая-то есть квота. Это лучше, наверное, с людьми, которые курируют распределенный лицей и курируют класс распределенного лицея в различных школах. С ними это лучше будет обсудить, наверное. Все, вопросов больше нет, насколько я поняла. Спасибо большое, Максим. Спасибо еще раз, Татьяна. Ребята, теперь вы можете задать вопросы нашим студентам. Если у вас есть какие-то вопросы по студенческой жизни. Вот у нас на связи Валерия. Валерия, подключайтесь. Здравствуйте, Лера. Да, здравствуйте. Я могу рассказать немножко, могу сразу начать отвечать на вопросы, как лучше. Могу рассказывать, а потом ответить на вопросы. Ну, здесь вы можете расскажите про студенческую жизнь в целом. Хорошо. Тут даже есть презентация. Сейчас, секунду. Видно все, скажите, пожалуйста. Видно? Все, появилось? Надеюсь, что да. Да, все видно. Да, да, все правильно. Спасибо. В общем, моя любимая часть. Меня зовут Валерия. Я учусь на четвертом курсе социологии уже. Традиционно какой-то год подряд рассказываю о вне учебки. Раньше, когда это все было еще в формате офлайн, с ребятами мы как бы помогали в организации Дней открытых дверей. Тема мной очень любимая. Очень люблю принимать участие. И очень рада, что меня как бы зовут. Сегодня немножечко расскажу о студенческой жизни в вышке и нашей программы. Вот это QR-код, тут Live HSE. Пожалуйста, заберите его себе, потому что там вы можете прочитать вообще все, что касается вышки и студенческой внеучебной жизни. А это почему ученик-первокурсника. Тоже забирайте его себе. Можно легко найти и ответы на все ваши вопросы, потому что обычно они у нас у всех очень одинаковые. На самом деле, где вы будете учиться? В вышке вообще несколько зданий. Их очень много по всей Москве. Традиционно социологи учатся в здании на Мясницкой. 11, это одно из основных таких зданий. Мы там полностью расположены. К сожалению, не с начала дня открытых дверей, возможно, уже отвечали на этот вопрос. Но на всякий случай проговорю. Обычно мы большинство пар проводим на Мясницкой 11, периодически уходим на Армянский переулок или на Мясницкую 20. Это буквально 6 минут ходьбы от основного кампуса, просто потому что там больше лекционные залы. Особенно на Армянском переулке. На первых курсах 100% в офлайн режиме обычном лекции. На старших курсах, на моей практике, уже нет. Мы уже все помещаемся, у нас уже разделение на профили. Мы в основном вообще все время проводим с Мясницкой 11. Еще все-таки такой частый вопрос. Сколько дней я буду учиться? Тоже обычно есть какой-то денек-выходной. Особенно чем старший курс, тем больше выходных у вас появляется. У меня сейчас в расписании стандарт на четвертом курсе 1-2 дня выходных, но при этом у недели 6-9 учебных. Теперь моя любимая часть. Тебе можно заняться на факультете социальных наук. Я обычно вообще всю вышкинскую внеучебку делю на две части. Вышкинская внеучебка и внеучебка факультета. Вышкинская это разные студорорганизации, в которые ты можешь зарегистрироваться. О них вам рассказывают, когда вы только поступаете. Первый месяц у нас есть такой прекрасный предмет БЖД. И там в рамках него в том числе многие студенческие организации вообще рассказывают о том, кто они, что они себе представляют. Их очень много. Это Зеленая вышка, это организация об экологии. Они на самом деле очень крупная организация. Действительно много чего уже достигли за свое время существования и в рамках университета, и в рамках вообще как бы города. Плюс всякая благотворительность. Очень много всяких творческих организаций. Это и танцевальные организации, и театры, и хор, и вообще чего только нет. Дальше вы вам просто этот список предоставят, это огромное количество. И в принципе, если вы очень сильно захотите, вы можете и сами создать когда-нибудь студенческую организацию. Но есть еще и факультет социальных наук, в рамках которого тоже есть внеучебка. А точнее, у нас бывают периодически какие-то мероприятия, когда мы привлекаем студентов. Собственно, вот ребята, которые сегодня заходили и отвечали, может быть, вам в чате на вопросы, пару ребят, студентов, я знаю, еще не были, они как раз сейчас, например, завязаны на проекте школы социальных наук, на нашем любимом проекте. Это проект для старшеклассников, который проходит обучение, обычно это в Вороново, мы выезжаем в начале января, а в этом году это будет онлайн. Но также есть такие мероприятия, как, например, пару лет назад мы проводили юбилеев факультета социальных наук, нам 5 лет было. Мы делали его в рамках Гарри Поттера. У нас Ольга Евгеньевна была одной из героинь самого фильма. Кирилл Антонович был вообще Дамблдором. Ольга Евгеньевна была профессором МакГоннагал, если я правильно помню. Одевались все, делали все очень тематически. И помимо того, что вы можете прийти, посмотреть, у нас было открытое мероприятие, сами студенты задействованы в процессе подготовки. Это именно мы набираем ребят, и они либо в пиар-отделе работают, то есть рассказывают о празднике университету и вообще всем, кто поступает в наш университет, чтобы они тоже немножко с нами познакомились. Сметой документа оборот. Вот неотъемлемая часть любого мероприятия, и даже если ты еще не работаешь на работе, то вот в рамках вне учебки можешь познакомиться с этой штукой. Она очень сложная, но мне кажется, у нас есть прям ребята, которым интересно работать с документами, они себя здесь находят. Дизайн. Все дизайнеры, все вопросы о том, вот я поступлю в вышку, и что, мне надо забыть, о всем том, что я делала когда-то, пела, танцевала, рисовала, нет, не надо. Вот есть, например, дизайн. Приходите, рисуйте, фотошопьте, делайте афиши и так далее, и тому подобное. Ведущие мероприятия, костюмеры тоже, кстати, у нас были. Это вот немножечко фотографии с нашего мероприятия. Также Дни открытых дверей, факультет социальных наук, карусели, вообще все мероприятия, которые проводятся для абитуриентов потенциальных. Тут тоже задействованы студенты, особенно в рамках оффлайн-режима, но, как вы видите, и в онлайне мы готовились, делали какие-то посты в соцсетях, модерируем там сейчас Zoom-конференцию. Кто был с нами летом, знает, что летом вообще было очень много студентов, они постоянно отвечали в чатиках, отвечали в ВКонтакте. Это какой-то такой никогда нескончаемый процесс, и очень часто мы многих абитуриентов узнаем в процессе того, как они к нам поступают, когда они становятся первоками, и приходят работать с нами на проектах мужа, все дружим, знакомые. Мне кажется, это очень классно. Организаторы Дни открытых дверей, фотографы очень часто нам нужны, какие-то спикеры, какая-то коммуникация с поступающими. То есть все, кто сегодня отвечает вам в чатике, тоже, например, занимаются коммуникацией с вами. Это наша группа ВКонтакте. Пожалуйста, все сейчас сделайте QR-код. Мне кажется, это самый главный QR-код, потому что там вся какая-то информация о поступлении на социологию, в том числе был пост о сегодняшнем ДОДе и так далее, и тому подобное. Пока вы делаете QR-код, я подключу зарядку и сейчас вернусь. Вот. Да. Здесь мы прям очень часто выходим на связь. Ведут тоже часто студенты эту группу, и очень часто отвечают на комментарии. Также в контактах там сбоку есть мой контакт, и, по-моему, контакт кого-то еще из ребят точно. Вы можете нам писать ВКонтакте, мы всегда вам ответим вообще без проблем на любой вопрос. Во время приемки летом очень часто коммуницировали таким образом с ребятами. В принципе, в вопрос группы тоже можете писать, но там просто, мне кажется, реже иногда ответы идут, потому что не всегда это заметно. Еще один из проектов нашего факультета – это школа социальных наук, о котором я говорила немножко раньше. В этом году я буду им заниматься уже третий год, и это очень такая радостная для меня личная новость. И есть ребята, которые тоже уже будут не первый, как минимум второй раз принимать в этом участие. Здесь, по-моему, где-то есть Дима. Вот он с нами постоянно участвует в мероприятиях, и вот в этом году тоже у него случился этот проект. Сейчас у нас огромное количество ребят задействовано в нем. Если не ошибаюсь, около 50 человек. В данный момент кто-то из них доделывает отборочные задания на уже завтрашний первый тур, который пройдет в воскресенье. Надеюсь, что здесь из вас кто-то в нем участвует, и желаю вам завтра удачи. В чем заключается проект? Вот тут было ранее сказано об Академии Школьников. У нас тоже обычно это выездная школа в учебный центр Ворона. Он находится в Подмосковье. Ребята со всей России съезжаются к нам в вышку. Первое, что они видят, когда приезжают в Москву, это как раз Мясницкую-20, Мясницкую-11. И потом мы все садимся в автобус, дружно выезжаем на неделю в учебный центр Ворона. Там каждый день к нам приезжают разные лекторы. Ребята наши лучшие студенты выступают в роли семинаристов, которые учат... Раньше у нас был формат, мы учили писать исследовательские проекты. В этом году мы меняем полностью формат. Мы сделали дебаты. У нас будут проходить дебаты. Мы будем готовиться, учиться, дебатировать. И итоговый продукт нашей школы. Собственно, получается сражение двух команд в ходе дебатов. И, конечно же, у нас там не учебка, тимбилдинг. Мы все знакомимся. Есть кейсы. У нас есть ребята на втором курсе уже социологии. Они, когда закончили школу социальных наук, пока сдавали все рост, вместе по скайпу читали учебник Сорвина, тот самый, который недавно обсуждался. А потом ездили друг к другу в города уже еще до того, как поступили в университет, как бы сдружились на школе. И, конечно же, здесь участвуют студенты. Также, как я и говорила раньше, это и пиар-отдел, это и составление заданий на отборочный этап. То есть это ребята, которые прокачаны в академической среде. Вот здесь я смотрю, много сегодня олимпиадников. В основном наши семинаристы на школе и ребята, которые составляют тестовые задания для отбора детей на школу школьников, это как раз-таки очень хорошо прокачанные в академической среде, в теоретической, да, люди. И вот очень часто это олимпиадники. Соответственно, вам тут точное место найдется. Им очень интересно. Они отбирают там задания, вопросы на задании, составляют, что-то убирают, что-то добавляют, прописывают программу, методичку, получают в том числе опыт преподавания. Если вы не теоретик, а скорее практик, то, пожалуйста, у нас есть ребята, которые занимаются также документами, составлением, расписанием, логистикой, коммуникацией с лекторами. Надо договориться с разными преподавателями, когда они смогут приехать на школу, потому что школа состоит из блока лекций от лучших лекторов факультета и семинаров со студентами. Основная концепция школы. Это наш контакт тоже. Если кто-то хочет, кому-то интересно, пожалуйста, QR-код. Но в целом я очень надеюсь, что кто-то завтра участвует в подборе. Но еще я хотела рассказать о работе, потому что я сейчас уже на четвертом курсе. Прошла я в вышке, в принципе, через, наверное, все виды внеучебной деятельности. Когда-то я была, вот недавно буквально закончила быть частью студии организации, которую мы, по-моему, на втором курсе, да, с подругой, собственно, сами создали. Вот. Потом с первого курса я на факультете делаю всякие мероприятия, о которых рассказала выше. Но где-то на третьем курсе ты начинаешь думать о том, что пора, в принципе, и работать. А часто, как показывает практика моя, еще при поступлении на первый курс люди начинают задаваться этим вопросом. Само собой, моя траектория, наверное, была такая. Где-то со второго, наверное, курса я начала подходить к Ольге Евгеньевне и говорить, Ольга Евгеньевна, а вот хочу попробовать себя в качественных исследованиях. Как вы думаете, вот куда? Мы, значит, обсуждаем, и я там подаю резюме. У меня была стажировка в Цирконе. Это такое социологическое бюро. Вот. Я прохожу стажировку. Потом мне было интересно. Я себя хотела попробовать. Еще у меня был опыт в пиаре. Я пошла, мне не понравилось, я ушла. Это были разные стажировки. Потом в какой-то момент мы писали такую интересную работу курсовую. Вот сейчас мы, значит, подаемся на разные... У нас есть апрельская конференция, у нас есть разные конкурсные в рамках университета, да, мероприятия. Мы подаемся сейчас с этой работой на конкурс. Это все складывается в копилочку и делает тебе портфолио, с которым ты уже потом, куда хочешь, можешь идти. Сейчас я работаю в Mail.ru Group. Мой путь немножечко такой кривой, интересный. Я попробовалась о разных сферах. В том году стала амбассадором Mail.ru. Как раз тоже у меня Ольга Евгеньевна, на самом деле, была рассылкой. И я, на самом деле, от нее узнала о том, что есть набор в амбассадоры. Прошла год амбассадорства, сейчас вот являюсь наставником и уже новых амбассадоров, и уже меня взяли на работу. То есть я сейчас работаю с продуктами, назовем это так, в пиаре. Работа с контентом, я бы это даже так назвала, в одном из подразделений компании. Но помимо этого, как бы, научная деятельность, разные стажировки, все это вам доступно. Я это говорю к тому, что никогда у вас не будет на программе проблем с тем, что вам некуда будет податься на стажировку, что, не знаю, у вас не будет работы. Все мои ребята, которые со мной на одном курсе, у нас, наверное, процентов 70, причем уже достаточно давно работают. С начала третьего курса, то есть с начала второго курса, и работают не на подработках, а основательно. Ну, то есть действительно в каких-то компаниях, кто-то в маркетинге, кто-то ездил сейчас на стажировки разные. Сейчас, к сожалению, академическая мобильность приостановилась. Но, тем не менее, ребята, как бы, кто уже вернулся, кто-то, как бы, устраивается в достаточно крупной компании, кто-то в поменьше. Это абсолютно неважно. Тут, как бы, выбирая на свой вкус, мой посыл, наверное, будет в том, что если вы хотите что-то попробовать, вы хотите попробовать, там, в количественных исследованиях или в качественных, вот вам интересна вот эта компания. Никогда не стесняйтесь, а подойти к преподавателю-семинаристу. Очень часто у нас семинаристы действительно работают в крутых компаниях. Или им действительно интересна тема, которая и вас, как бы, интересует. Да, вот вы хотели бы тоже в этой сфере развиваться. Подойдите, спросите. Скорее всего, вам расскажут свой путь. Может, и посоветуют, где можно попробовать постажироваться. Никогда не бойтесь подойти к Ольге Евгеньевне. Она тоже всегда подскажет, поможет. А еще у нас есть ярмарки вакансий. Я, кстати, очень много информации получила от выпускников, которые вот у нас тоже периодически приходят на дни открытых дверей. Узнавала вообще о том, как можно, что можно делать и так далее. По поводу научной деятельности, это тоже, как бы, в рамках факультета. В том году мы, когда писали вот эту, ну, как бы, курсовую работу, у нас первый курс проходил практику вместе с нами. Они пробовали себя немножечко тоже в качественных исследованиях, помогали нам. И, как бы, на первом курсе еще курсовая не пишется, они уже что-то знали. Вроде как очень довольны. По крайней мере, фидбэк такой получал. В общем, идея в том, что никогда не бойтесь подойти и спросить и не переживайте, что у вас будет недостаточно работы или стажировки, особенно потому, что у вас нет опыта. Все это приходит, и вам всегда, надеюсь, на программе помогут. Это как бы то, что я прошла на своей практике, и то, что я абсолютно честно хочу, как бы, чем хочу поделиться. Наверное, сейчас... Да, это красивая фотография. Я остановлю демонстрацию и смогу ответить на какие-то вопросы. Сейчас. Секунду. Ага. Да, QR-коды я могу вернуть. Я учусь в Москве, потому что... Мы сейчас, наверное, говорим, как бы именно о производительной программе социологии в факультете социальных наук. Она в Москве. Про студенческую жизнь в целом я, наверное, рассказала. Если что-то хочется узнать поточнее, спрашивайте. Так, так, так. Вопрос по общежитию. Ага. Про общежитие. Могу рассказать. Я не живу в общежитии. Я москвичка, живу как бы, ну, дома. Но про общежитие уже могу рассказать, наверное, много. Многие ребята со мной делились. В основном общежитие это Дубки, Одинцова. Короче, это ближайшая Подмосковья. Ребята со мной, вот сейчас мы очень часто, когда общаемся, ездят, дорога занимает примерно полтора часа. У меня есть знакомые, которые закончили бакалавриат в другом вузе и поступили сейчас на магистратуру, в вышку. Так вот, они счастливы. Я не преувеличиваю, потому что они говорят, что у них хорошие, короче, в вышке хорошо сложена, скажем так, логистика транспортная. То есть, да, ехать далеко, с этим никто не спорит. Там действительно сначала получается от общаги автобус, потом электричка, потом метро, потом еще пешком дойти. Но, тем не менее, там от электрички ходят автобусы. В какой-то период автобусы вообще, по-моему, от метро уходили. Не знаю, как сейчас будет. Если это ночь, например, да. С этим проблем нет. Никакого комендантского часа в общаге нет. Единственное, что он был только в рамках короны весной. Сейчас, по-моему, его опять отменили. То есть, вы можете, как бы, если у вас там до работы допознали какие-то мероприятия, допоздна тренировки, я знаю, не понаслышке, приехать как бы поздно, вас пустят, проблем нет. Ребята, которые на льготе, льготники, они часто живут на шоссе энтузиастов, по-моему. В более... А шоссе энтузиастов, мне тут подсказывают, авиамоторное, они живут в Москве. Ну, то есть, ближе там общаги, если они в Подмосковье, квартирного типа, то в Москве, ну, как... По-моему, как комната. Вот. Общаги постарее, хотя вот я сейчас знаю, что шоссе энтузиастов будет ремонтировать в следующем году. Вот. Но зато поближе в Москве. Условия норм. В принципе, никто не жаловался. Есть у нас программа. Ребята, кто из студентов, пожалуйста, если вы знаете, я могу набрать, по-моему, с третьего курса. Как бы можно... Университет выплачивает компенсацию, можно переехать в квартиру, снимать. Социологов конкретно в какой-то кампус не помещают. Помещают... Короче, мы так и не поняли, по какому принципу. Но они все живут в разных кампусах. Основное это дубки. Одинцовы, наверное, еще такие большие. Так. А шоссе энтузиастов в этом году будет бесплатный за онлайн? Да, шоссе энтузиастов в этом году будет бесплатный, потому что обычно мы... Ребята платят за трансфер, за еду. Но так как в этом году все онлайн, у нас бесплатная школа. Поэтому welcome. Мы будем очень рады. И у нас нововведение, из-за которого мы не спим уже четвертую ночь, так как вся Россия подключается к нам, и так как мы все в разных часовых поясах, в поясах мы делаем, скажем так, уникальное расписание фактически под каждый часовой пояс. То есть если человек вдруг... У нас будет немножечко... Кто был вдруг на шоссе, он поймет меня. У нас будет с утра семинары, а вечером лекции. Обычно это наоборот работает. И если вдруг человек вечером, уже у него часовой пояс-то ночь, и он не может послушать лекцию, у него на следующий день утром будет время, когда он в записи сможет послушать лекторов, которые были вчера. А при этом семинары у нас будут... У нас поставлено так, что все ребята на семинары вне учебной части будут собираться вместе в онлайне. Просто у каждого часовой пояса это разное время. Мы делаем такую немножечко карусель, чтобы мы все могли вместе собраться, и из-за этого ничей сон не страдал. Вот. Поэтому не переживайте. А тут все предусмотрено. Будет прикольно. Так, еще вопрос. Сложно ли учиться на первом курсе? На первом курсе учиться... Ну, вообще, вообще, на социологии учиться нелегко. У нас есть шутка про физиков и лириков. Что делать, если я физик, и что делать, если я лирик. На самом деле, вот сейчас я уже на четвертом курсе, очень много статистики. Сейчас добавляется программирование, все же время у нас такое. Это надо просто учить. Я, например, из лириков, и я дико не люблю вообще компьютер, вообще все программы, вообще математику, цифры. И вот, упаси Боже, с этим надо смириться, учиться, и тогда все должно быть нормально. Тоже всегда говорю, что если вдруг запара, и вообще-вообще-вообще ничего не получается, обычно всегда работает подойти к одногруппнику, к преподавателю, и реально после семинара задать вопрос. Недавно убедилась в этом еще раз. У нас сейчас достаточно сложный предмет есть. Мы работаем в программе с ПСС социологической, и у нас два семинара подряд. Семинары заканчиваются, еще час. Яна Михайловна Рощина отвечает на вопросы студентов, потому что у кого-то что-то не получилось, что-то слетело, и мы час исправляем работу, чтобы сдать какой-то отчет за семинар, но зато, в принципе, что-то дополучается. Никто вас наедине со своим ужасом не оставит, и, в принципе, это, возможно, вам помогут. Те, кто живут в общаге, говорят, что часто обращаются к соседям по комнате. Мотайте на ус. А еще я все равно за то, что если нужно стараться в группе своей создавать такую обстановку, куда вы можете друг другу помочь. Это у нас на первом курсе была очень классная курортная группа, и мы прям спасали друг друга. Ну, то есть, действительно, могли друг другу что-то объяснять. Да, не забудьте зарегистрироваться. Дима тут напоминает, ШСН продлена до 16.00 сегодняшнего дня, завтра уже отбор. Кто еще хочет, присоединяйтесь. Так. Так, 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 так. Я могу ответить про ШСН на какие-то конкретные вопросы. Просто кажется, я так много уже сказала, что если вы мне зададите, я обязательно вам расскажу. по поводу выспаться и учиться, ну, если только учиться, то ты спокойно вообще сможешь и спать, и жить. Если параллельно быть в каких-то студороганизациях, если у вас там вне университета параллельно какая-то работа, какая-то учеба, если у вас со второго курса работа, то это называется уже, это сильно усложняет жизнь и получается такой челлендж, но, в принципе, с этим совсем справиться можно. У нас построена программа так, не знаю, может, Ольга Евгеньевна уже рассказывала, что с, ну, короче, с третьего, наверное, курса пара, немножечко количество пар, не то чтобы, ну, они, во-первых, скорее всего, все-таки уменьшаются, но они построены так, что какие-то дни вообще не учебные и люди могут работать, то есть, когда был офлайн-формат, потому что сейчас нам всем проще, мы все в онлайне сидим и можем работать онлайн-офлайне, то есть, ребята, либо пары были утром, например, во второй половине они спокойно работали, в какие-то дни были пропуски, они брали фуллдей, то есть, вот это вот стандартное 20 часов работы в неделю, это же стандартный объем для студента, обычно так предлагают, там можно спокойно, в принципе, совмещать, вот, но главное не забыть о учебе, не сбивать на нее. Как обходят общение ребят между факультетами? Между факультетами, по моему опыту, общение ребят происходит в студ-организациях как раз, между программами в рамках неучебных мероприятий на факультетах, а между студентами разных факультетов в студ-организациях. Я знаю огромное количество ребят с факультета компьютерных наук, там, с двух дипломов, мы знакомимся, вот, как раз в рамках того, как я работала, например, у нас была студ-организация, Мы межиком занимались. Потом, когда я приходила стажировку как амбассадора Майл.ру, у нас было три человека из Вышки, я познакомилась с ребятами с двух дипломов. Сейчас я наставнику ребят, тоже я курирую вышкинских ребят. У меня и социологи, и с медиакоммуникации ребята. И это очень прикольно, потому что в какой-то момент эти люди, эти знакомства начинают перемешиваться. И вот уже человек, который из Майл.ру как амбассадора снимает видео нам в студ-организации, потому что он классно снимает видео, и мы ему предлагаем, а он говорит, да, мне интересно, я хочу набраться опыта и поснимать. И вот у нас уже, как бы назовем это бартером, и у студ-организации есть видео, и у человека в портфолио есть его работа. В какой-то момент ребята с факультета компьютерных наук начинают кому-то объяснять какой-нибудь питон, то есть это действительно так работает. Ну и еще между факультетами происходит общение в общаге, само собой. То есть очень с большой вероятностью вы будете жить с кем-то из другого факультета, старше, младше, неважно, вы будете коммуницировать. На майнерах, да, Ольга Евгеньевна, спасибо. На майнерах 100% там собираются ребята вообще разных образовательных программ, тоже общаются как раз в неделю. Очень часто там дают проекты, у меня был майнер по менеджменту, дают проекты, которые групповые, и у вас нет выхода, как к ней общаться. То есть, само собой, на самом деле, у меня был такой опыт, что нас больше делили, ну, грубо говоря, экономистов запихнули там поближе все-таки в одни группы, а там социологов и вообще психологов, тех, кто с факультета социальных наук, у нас были социологи и психологи, запихнули поближе в другую группу. Но все равно какие-то люди есть из других факультетов, и в рамках вот этих вот групповых проектов мы и общаемся. Вот. Так, еще какие-то вопросы. По поводу дороги не переживайте, время... Короче, даже если вы живете в общежитии, это не занимает... Дим, напиши, мне кажется, это не занимает больше полутора часов. Как бы... Нет, это вот маршрут, автобус, электричка, метро не занимает больше полутора часов. Если вдруг вам захочется поехать на автобусе в 7 утра в Москву через МКАД, может быть, займет, но... Я приверженец классических быстрых поездок. Ой, отборочный тур 6.Н. Это будет закрытое тестирование. Завтра оно будет выложено. Все правила прописаны. Это будет закрытое онлайн-тестирование. Вы отвечаете на вопросы. Времени мало, вопросов много. Вот. Через несколько дней мы вам выложим результаты. Те, кто пройдут на второй тур, тоже это будет уже тестирование с более открытыми вопросами. То есть там будут вопросы на такие небольшие ответы. Где-то, наверное, половина странички. И третий этап это скайп-интервью. Ну, или зум-интервью, неважно. Онлайн-интервью, мы общаемся с ребятами. Вот. В этом году тоже тестирование немножко у нас изменилось. Кто в том году был, тот за месяц различия. Наверное, вот так. Да. Еще вопросы какие-то. А, в отборочных турах будут вопросы по всем четырем. Я даже не знаю, как, наверное, дисциплинам. То есть у нас будет немножечко из управления государственного вопроса. Психология, социология и пилитология. И на школе вы увидите представителей всех четырех программ. На школе еще будут круглые столы, где мы рассказываем вообще о программах. Ребята общаются с академическими руководителями, с преподавателем, со студентами. Иногда им, может быть, нам повезет. И в этом году из онлайн-формата мы зажаем выпускников. Будем вообще общаться, будет такая живая речь. И будет еще отдельно question-сессия с Кириллом Валентиновичем. То, на что у нас никогда не хватает возможностей Воронова, но онлайн-формат нам это позволил. Мы сделаем отдельную прям такую сессию разговорную. Мне тут еще подсказывают, что 5 декабря у нас будет такая беседа со студентами. Где тоже буду я, будут другие ребята, студенты, собственно. И мы уже больше расскажем инстайтов из нашей студенческой жизни. Ответим на все вопросы. Поподробнее расскажем, что говорили сегодня, что я говорила. Любые вопросы. Я просто уже знаю, что их много. Как бы их периодически мне задают. И все, что у вас будет интересоваться, мы ответим. Вот, да. Регистрация на 5 число будет через группу ВК. Поступаем в ГМУ социология. Меня просили еще раз включить QR-коды. Сейчас я это сделаю. Секунду. По-моему, как раз просили, поступаем в ГМУ. Так, так, так. Вот это почемучник. Точно вы меня его просили. QR-код. Попробуйте. Если что, его можно просто загугли, как почемучник и первокурсник. И первокурсник, чтобы быть понятно. У студлайфа, ссылку, которую я кидала, там ни какие-то нововведения, возможно, сразу не получится доступ, потому что у нее сейчас через вышка Family. И для этого нужно иметь логин в вышке. Но, вероятно, они уже не имеют логин в этом моменте. Так. Потом, потом, потом. Поступаем в вышку на Селогию ГМУ. Я прям рекомендую, пожалуйста, за QR. Входите, зафоткайте. В ВКонтакте она так и называется. У нас все очень легко. Там действительно вся информация. Лучше вообще поставьте в этом линии. Там информация о поступлении местологии в госуправлении. Программа, на самом деле, соединенная группа ВК, исторических, так скажем. Постоянно туда что-то пишем и про любые мероприятия вообще можно узнать оттуда. Потому что иногда мониторить сайт просто сложнее, чем у нас на группе. Вот. Это ШСН. Там, по-моему, на нее уже кидали всю. Вот. Не забудьте, кто хочет, до 4 вечера зарягаться. Иначе прилетите завтра утром за отбор. Вот. Так. Сейчас я снова буду. Все. Если давайте последние пару вопросов, если они есть, можно в голос. А можешь показать нам еще раз фотографию первую, которую ты вот... Могу. Да. Да. Ольга Евгеньевна, например. А, сейчас. Рекомментируй ее, пожалуйста. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, я прокомментирую фотографию. Моя любимая фотография. Вот так. Значит, как вы видите, Кирилл Владимирович. С одной стороны Ольга Евгеньевна, с другой стороны Андрей Юрьевич. Посерединке декан на факультете. Это наша. Да. Собственно, Дабблдер, Макбонагал. Сзади наши студенты. Это покрасник юбилея. Вот. поговаривают, что портреты мы брали, если помните, в фильме висели портреты живые. Мы взяли эту идею, сделали портреты наших, ну, как бы героев фильма, но вместо лиц актеров мы прифотошопили Кирилла Васильевича, Ольга Евгеньевна, других академиалистических руководителей, как бы всех сотрудников, многих сотрудников, давайте так, факультета Андрея Юрьевича, вот у кого-то из преподавателей, между прочим, есть портреты десятки дневницы, а еще очень долго мы сделали поезд, кстати, о коммуникации со студентами. У нас так получилось, что мы каким-то, Макарову кто-то из нас знал ребят студентов из Марси, это архитектурный, и так как мы никто не умели рисовать, мы позвали ребят, просто, просто вообще, не знаю, им, видимо, просто прикольно было руку нарабатывать и рисовать, огромный, не знаю, наверное, метров шесть там был, да, огромный поезд, который платформа 9,3 четверти. И при входе в здание, где мы празднуем, у нас висел вот так вот огромный поезд, и этот поезд тоже потом перенесли куда-то там, на факультет, какое-то время он тоже висел, это было очень в кабинете лежит до сих пор. Ну, теперь да. Да, и костюмы тоже у нас лежат. Поступайте, используйте костюмы. Вот, я, если честно, я открыла демонстрацию, не вижу, есть ли там какие-то вопросы, скажите мне, пожалуйста. Ну, конечно, может быть, уже задаете вопросы. Ребята, если есть вопросы, задаем вопросы, и нам уже пора заканчивать мероприятие. Все, вопросов нет. Кольге Евгеньевне тоже нет вопросов ни у кого? Все, тогда спасибо вам большое. Мы рады были. Да, ну, кстати говоря, если что, у меня контакты на сайте, сейчас мы в условиях пандемии не в офисе, там мобильное есть, если кому-то надо что-то узнать, звоните, не с проблем. До свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...